Все книги в моей озвучке вы можете услышать в телеграм-канале «Медведь обыкновенной» аудиокниги. Представленная книга является неофициальным сборником рассказов Славы Сэ, опубликованных в живом журнале в 2009-2011 годах. Слава Сэ. Жираф. Бессама Муча. Мне встречались женщины, легкие на поцелуй. Помню одно я успел сказать лишь «послушай, Марина», и она сразу укусила меня за губу. На женском языке это означает «я тебя тоже лю». Но это редкость. Чаще бубнишь от растерянности героические саги, при том глядя пристально ей в губы. Целовать и страшно, и непонятно с какого места начинать. А еще бывают такие коленчатые барышни, с ними вообще каменеешь. Для сложных случаев у меня есть одна отвлекающая история. Если ты ее слышишь, значит мы сидим на диване, и я боюсь целоваться. Вот эта история. В условиях монгольской зимы устав велит справлять нужду в таком месте, где много мороза, а из удобств лишь птичая жердочка. Приходится мерзнуть и балансировать над ужасной пропастью. У птиц подобные упражнения получаются как-то непринужденно, а люди отвлекаются на всякие тревожные мысли. Поэтому солдаты и сержанты ходят до ветру лишь в крайнем случае, при прямой угрозе лопнуть. И к концу службы вырабатываются два интересных навыка. Первое. Делать все за 5 секунд. Второе. Раз в 3 дня. Мы жили в железной будке на колесах. Мы были связисты на полевой станции Р-410. И нашему старшине было не чуждо все человеческое. Однажды ночью он поднял экипаж по тревоге, выгнал на мороз, а сам отложил личинку на газету. Свернул и выбросил в окно навстречу ветру. Потом включил вентиляцию и в будке стало свежо, как в лесу. И никаких признаков, что старшине не чуждо все человеческое. Все вернулись, уснули и ни о чем как бы не догадались. А утром буря стихла. Небо стало голубое, как купола на Смольном. И приехал генерал с проверкой. Он построил экипаж перед железной будкой и стал рассказывать про свою жизнь. Он прослужил 25 лет. Он видел, как в Воронеже часовой занимался анонизмом на посту и так уснул. В положении стоя, с хозяйством наружу. А разводящий подумал, какая гадость, и шлепнул спящего товарища по спящему члену солдатским ремнем. Часовой от боли и непонимания стал стрелять, ни в кого не попал, но для дивизии это был позор. Генерал видел, как в Якутии прапорщик ставил водку на мороз, водка делалась куском льда, а прапорщик применял ее, как закуску к обычной жидкой водке. Скоро к этому прапорщику стали приходить огромные зеленые тараканы прямо в караулку. И опять был позор для дивизии. А еще однажды, в Анголе, бабуин украл у другого прапорщика еду, и этот прапорщик догнал бабуина на дереве и все отобрал назад. И это был опять позор, так издеваться над туземцами. Но никогда генерал не видел такого ужасного разгильдяйства, чтобы люди гадили на стены боевых механизмов на высоте трех метров от земли. «Обернитесь, товарищи бойцы, и посмотрите, что творится на борту жилой машины», сказал генерал оперным голосом. А там все брошенное в окно старшиной прибило ветром назад. Хрустальная котлета примерзла к железной будке. И по газете «Красная звезда» было понятно, это сделала не птичка. Целый день потом старшина откалывал ломиком свой внутренний мир, насмерть примерзший к будке. И далеко над Монголией плыл хрустальный звон. Обычно, рассказав эту поучительную историю, я опять сижу, смотрю в губы и ничего не происходит. Это потому, что у меня фильмофобия. Страх целовать что-либо красивое. Дурацкая неудобная болезнь. С такой того и гляди, войдешь в новый 2010 год ни трендово, ни целованным. Вот когда на диване встречается абстрактная женщина и Джонни Депп, Деппу достаточно вытянуть губы трубочкой. Его сразу покроют поцелуями в три слоя, даже если он имел в виду не чувство, а просто свистнуть собирался. Завидую ему, конечно. Теперь про фобии. Одна женщина боится ходить на работу. Все ей сопереживают. Говорят, ну правда не ходи, не надо, себя травмировать напрасно. И угощают вкусным седуксеном, от которого снятся разноцветные бабочки и добрые слоны. Это очень удобная и приятная фобия. Мне б такую. Бывают очень изящные фобии, которые украсят самого неприметного человека. Например, анемалофобия, боязнь повстречать ураган. Акрибофобия, боязнь не понять прочитанное. Апеерофобия, боязнь бесконечности. Гленофобия, боязнь взгляда куклы. Интимофобия, боязнь выключения торшеров. Нефофобия, боязнь облаков. Сидерогомофобия, боязнь оказаться в одном поезде с гомосексуалистом. Ойкофобия, страх, что выгонят из психиатрической лечебницы. Спектрофобия, боязнь зеркал. Пелидопартинофобия, боязнь лысых девственниц. Криоклоустрофобия, боязнь быть запертым в холодильнике. Птеранофобия, боязнь птичьих крыл. Гуцогипофобия, боязнь тощих лошадей. Гардбруксавтофобия, боязнь умирать в автокатастрофе под музыку кантри. Кто не понял, это страх лежать в разбитой машине и не мочь выключить радио. Любую фобию можно победить систематической десенсибилизацией. Это значит, спектрофобу следует смотреть в зеркала. Акрибофобу нужно читать канта. Криоклоустрофоба раз в неделю полезно запирать в холодильнике, пока не привыкнет. Пелидопартнерофоба можно женить на лысой девственнице. Айкофобу по утрам полезно крутить руки, тащить в психушку. По вечерам выгонять с терапевтическим пенделем. И так далее. Мне же показано чаще целоваться. И тут надо срочно что-то делать, я считаю. Но сегодня я решил, сегодня будет все иначе. Не буду рассказывать героическое. Я скажу примерно так. Знаешь, в чем смысл жизни? Ты можешь забыть меня хоть завтра. И это все равно. Потому что сейчас мы на одном диване, и только что я целовал тебя в ладонь. Понимаешь? Этого уже у меня никто не отнимет. И неожиданно укушу ее за губу. На мужском языке это значит, я тебя ужасно лю. Два несложных способа навсегда запомнить Новый год. Одна девушка согласилась ехать в лес верхом на мопеде. Ей хотелось чего-нибудь незабываемого. Она представила, будет здорово втроем. Ее парень, она сама и их механический дружочек. Дорога оказалась настоящей зимней сказкой, с ямами и корягами. Они скакали на мопеде, как на сказочном коне. Приблизительно в центре тайги мопед упал в сугроб и умер. Остались он, она, ночной лес и ехать не на чем. Все, как ей хотелось. Влюбленные разыскали полярную звезду и побрели от нее прочь на юг, где хотя бы теплее. В пути согревались петингом сквозь шубу. Отличный метод, особенно если у вас широкие взгляды на петинг. Это гораздо трендовее, чем бегать вокруг елки. Та девушка ужасно невнятная, плохой рассказчик. В самых волнующих местах говорит из опова. Все повторяет, но вы понимаете. Поэтому никто не понял, сколько раз и под какими деревьями они обсуждали маршрут. Под утро встретили в лесу военных моряков. Эти моряки украли в деревне сундук, но не могли сами дотащить. Просили о помощи. И вот они вместе волокут добычу к океану. Потом куда-то спускаются, очень путанно. И 1 января она проснулась в незнакомой подводной лодке, вся полная впечатлений. И теперь точно помнит, какой был год, но путает север и юг. Название деревьев, модели субмарин, сколько раз и куда целовались. В ее голове ужасная каша. Притом, говорит, счастлива была совершенно. У меня же наоборот. Отлично помню детали, но не даты. Например, очень давно, мне так нравился Бродский, что женщины отмечали со мной Янов день, Пасху и другие праздники, чреватые растрепанной поутру прической. Так вот, пришла девушка. Я раздобыл елку, шампанское, покрошил салат. Должно было выглядеть, как будто у нас Новый год. Будто Бог придумал девчонок, чтобы смотреть с ними телевизор в напряженном молчании. Мы и правда смотрели какое-то время. Где-то между Леонтьевым и Пугачевой я нарисовал пальцем на ее колени кружок и посмотрел очень выразительно. И в интервале между грудью и пряжкой на юбке она вдруг выдает страшную тайну. Ей только что отрезали аппендицит, и врач запретил половые отношения от груди по февраль включительно. Ну, вы понимаете, если вы уже полчаса целуетесь и всю будущую неделю планировали то же самое, эта тайна звучит, как свист монгольской конницы над героическим Козельском. Такого лучше никогда не слышать, даже если все происходит не с вами. Мы стали диспутировать. Мне казалось, запрет подразумевал люстры, рояли, и есть еще такой интенсивный метод – вскачь на диких животных. Все это действительно опасно при свежем аппендиците. Но она считала, половые отношения наступают сразу за поцелуем в локоть изнутри. Пришлось применить невербальные аргументы. Я проглотил пуговицу с ее блузки и хотел перегрызть лямку лифчика, не смог. Если б греки с таким жаром штурмовали трою, город сдался бы не через 13 лет, а трижды в час. К утру в моем активе оказалась юбка, но не колготки. Изможденные борьбой мы заснули. Проснулись, ели салат, и опять была война до ночи. Это было ужас как прекрасно. 16 часов чистого времени я трепал ее, как зимний шторм одинокую бригантину, а она мужественно отказывалась тонуть, но из дивана не уплывала. Вечером 1 января пообещал все алмазы мира в обмен на снятые трусы. Сказал, давай украсим ими елку. Но девушка попалась ужасно немеркантильная, привязчивая к своим трусам. И тогда сдался я. Уткнулся в ее душистый бок и заснул сладко-сладко. И никогда ни до, ни после не бывал счастливее. Та девушка, кстати, и сейчас невероятно красивая, хоть и без аппендицита. Это мы давеча сидели, обсуждали новогоднюю романтику. Теперь вы тоже расскажите что-нибудь такого, только простыми предложениями. Я после праздников немножко тупой. Просто так. Женщина смыла в унитаз крышку от банки. Случайно. Крышка застряла в трубе, и наступил ад. Иногда крышка поворачивалась вдоль, а иногда поперек. Нечистоты то уносились с водоворотом, то и зарыгались обратно. Приходил сантехник. Крышка при нем открывалась. И женщина выглядела ужасной дурой. У сантехника черная душа. Он может наорать на котика, выжать из пенсионерки рубль и наступить сапогом в ванную, куда хозяйка садится белой попой. Невероятно наглеют люди, лишь овладев заклятием прочистки унитаза. Кроме черной души, у сантехников извращенный мозг. Вопреки всему, о чем в пьесе «Петя и Волк» предупреждает нас композитор Прокофьев, сантехник Нитунахин приходил 9 раз подряд. Он упрямо верил в честных женщин. Потом встал на колени, оторвал унитаз от трубы, достал и продал хозяйке ее же крышку. Насильно. За 10 евро. Раненая прямо в душу хозяйка унитаза позвонила куда надо и пожаловалась на сапоги, жадность и хамство Нитунахина. «Пусть ему будет стыдно!» крикнула она в конце своего выступления и бросила трубку. Но у сантехников черная душа, им не бывает стыдно. Даже когда мой хомяк съел в ванной занавеску и прохожим открылись все мои трещинки, я продолжал мыться, поворотясь к окну бог знает чем. Хотя мог бы убежать и воспользоваться тазиком. В моей ванной окно на улицу. Когда-то стекло морозка лишало меня формы и даже пола. С точки зрения уличных птиц и алкоголиков, я был зеленым силуэтом в окне третьего этажа. И лишь фантазия наблюдателя ограничивала эротизм моего банного танца. «Меня можно было принять хоть за Монику Белучи». Потом продавцы стеклопакетов сказали, у них нет стекол с узором. Пришлось лепить занавеску, но попалась прозрачная ткань. И никто уже не обольщался по поводу Белучи, а сразу узнавал во мне голого дядю в душе. Теперь, когда в жизнь ворвался хомяк, с улицы я виден уж совсем подробно. Жизнь стала интересней, спасибо ему. Раздвижные его челюсти – это орган познания. Он тянется зубами ко всему новому. Что не может укусить, то остается за гранью осмысления. Как для нас миумизоны – непарность носков и непорочное зачатие. Кроме занавески, он познал полотенце и два рулона туалетной бумаги. Он не очень начитанный по общих хомячьим меркам. Например, знакомый хомяк Жора может рассуждать о таких полиморфных образованиях, как шуба из лесы, кабель кухонного комбайна и портрет дедушки графа в полный рост. Жора также смыслит в немецкой филологии. Он кушал разговорник и почти умер от избытка этих ужасных артиклей. Но потом все-таки выжил. Маша сказала, хомяк выгрозь дыру, чтобы смотреть на улицу, на птиц и облака. Она романтик. Ляля сказала, хомяку нужны были разноцветные нитки для украшения дома. Наша Ляля дизайнер. Она за мир и уют. Я считаю, он просто хотел жрать. Не знаю, кто я после этого. Только моя девушка подумала другое. Она решила, отверстие сделал я сам. Она спросила, Славочка, а зачем ты провертел окно в занавеске? Что ты хотел этим сказать миру? Это очень-очень хорошая девушка. У нее такое особое зрение. Она видит во мне хомячка, а не сантехника. Что до одури приятно. Ходил в гости, как бы ужинать. Вы не представляете, как она лепит чебуреки. На кухонном столе, который сам по себе сексуальный атрибут, выставив белое колено из халата. Богиня. От ее кулинарии здоровые мужчины раздеваются непроизвольно. Она была добра ко мне. Иногда доверяет некоторые свои подробности. Я сказал, что хотел бы стать ее чебуреком. Немедленно на кухонном столе. Я надеялся показать, какой я страстный чебурек. Но многие женщины мелькают коленями не ради секса. А даже непонятно зачем. Она выдала мне морковку для загара и прогнала смотреть хоккей. Ненавижу хоккей. Притом сказала, иди, иди, нам надо поговорить. Я подумал, о боже мой, говорить с фаршированным тестом это так увлекательно. А оказалось, в углу сидела подруга Ленка, собеседник. В сиянии колен и чебуреков я не заметил, как она втекла на табуретку. На следующий день говорит мне, вот как, как ты мог не заметить Ленку? Ведь такая эффектная. Ее любят муж и еще три внебрачных идиота. И стала рассказывать. Однажды Ленка шла в наушниках. Ее догнал аноним и стал что-то объяснять. Ленка смотрит, смотрит, как он губами шевелит. Губы ничего такие. Потом сняла наушники, послушать, вдруг что важное. А это было признание в любви. И уже в той части, где название курортов, которые они посетят, если она хотя бы кивнет. Там теплый океан, все вокруг двуспальное, можно хорошенько познакомиться. Но сначала они поедут на волнующем черном джипе к нему домой, читать Бадлера в полумраке. Ленка подумала сразу четыре разных мысли. Первое. Почему? Ну почему она не занималась в детстве греблей и штангой? Была бы теперь страшная, он бы не полез. Второе. Баллончик нельзя использовать против ветра. Иначе потеряешь сознание и пропустишь все интересное. Третье. Жалко, что нет баллончика. Четвертое. В Таиланде, наверное, сейчас тепло и ужин. Ленка стала оправдываться в основном перед Таиландом. Дескать, она замужем и вообще не такая. Тем временем ее автобус ушел, не дослушав. А муж не брал трубку. Пришлось звонить губошлеп, чтоб довез. И вот она приехала к себе в Гадюкино на бесподобно черном джипе. Но вышла у магазина, поскольку ужасно благоразумная. И теперь губошлеп звонит раз в час и ухаживает очень монотонно. Я тебя хочу, я тебя хочу, я тебя хочу. На следующий день к ней подходит Вадик, коллега. Говорит, Ленка, люби меня, не то умру. Она привычно уже запела про мужа. Тогда Вадик поступил с ней как нервный автобус. Не дослушал, разогнался, ударился о стену и упал без чувств. А вчера еще лишь смотрел печально из-за принтера. И вдруг такой прорыв в отношениях. Ленка была не готова. Пожаловалась директору. Директор ответила, что нельзя увольнять мужчин за любовь. Нет такой статьи в кодексе. Во влюбленном состоянии делается идиотом. Тем более специалист он неплохой. Вадик меж тем распоясался. Как увидит Ленку, бьется о стены. Наглец. Все окружающие офисы смеются. А недавно она пошла в ресторан. И там опять был успех. Причем такой. Пришлось бежать на улицу в чужом пальто. Узнав все это, я стал смутно припоминать. Правда, что-то там сидело в углу. Такое эффектное. И теперь хочу обратиться со страницы этого журнала. Дорогая Ленка. Ну, конечно же, я тебя заметил. Ты вся с ногами сидела на тонкой табуретке в какой-то очень сложной позе. Я еще подумал, наверное, у нее в попе присоска, раз не падает. Ленка. Все влюбленные мужчины идиоты. Даже я. Вчера, помогая девушке раздеться, я порвал на ней дубленку. Разумеется, вечер у нас сразу заладился. Или вот, одну девчонку любили двое симпатичных парней. Они подозревали друг о друге, и каждый в свой черед ставил ей засосы по всему телу. У них была такая интересная переписка соревнований. Бедная девушка стыдилась раздеться в приличном месте. Пришлось бросить обоих. Теперь, Ленка, когда ты все поняла про мужчин и не сердишься, я покажу, как ты смотрелась на табуретке. Это было примерно так. Как меня купали в проруби. Я сейчас дружу с одной девушкой. В трезвом виде она почти неприступна. У нее муж, дети, домашние животные в ассортименте. Все невероятно запутано. Аппендицит, опять же. Но однажды опоил ее и до утра шептал в ухо непристойности вплоть до Мандельштама. Последнего она мне потом простила. Отличная девушка. Глаза Анжелины Джоли, фигура Скарлетт Йоханссон. У нее большой такой плюс, она не знает, что я блогер. Так вот, ее подруга потом спросила, были ли у нас отношения. Девушка ответила, почти нет. А по-моему, почти да. Просто девушке кажется, она почти устояла. А я уверен, что почти победил. Чувствуете разницу? Я почти нет. А вы, видимо, почти да. Не в силах больше отражать мою страсть, она предложила съездить понырять на крещение. Давай, говорит, очистимся. Сам я не сильно верующий мужчина, но когда фигура Скарлетт Йоханссон, купание хоть в вулкане, выглядит интересной идеей. Поехали в дальний монастырь. Стояли службу. Креститься я стеснялся сначала. Потом все вокруг так махали лапами, моя отстраненность стала подозрительной. Сбоку старушка в черном торговала всякими волшебными пустяками. Ей сунули записку, она прочла и зашипела громко. Какая вам матушка Мария? Матушка Мария вон там! Показала рукой на деревянную конструкцию в углу. Вот к ней ступайте. Так вот, это матушка не Мария. Возилась, пыхтела, ничуть не стеснялась и я тоже перестал. К концу уже бил поклоны, подпевал славим-славим и святый Божий, святый крепкий. И даже посмотрел строго на одну тетку, которая считала, что поет терцию, но сильно лажала. Вообще, у Бога в этом храме все отлично с иронией. Там все смешные и никого не лупят молнией. Даже меня, всю службу размышлявшего о мировой борьбе с аппендицитом. Потом все мужики выстроились в очередь. Стало ясно, сейчас начнется какой-нибудь торжественный обряд. Например, обрезание. Мне не хотелось. Я начал всем уступать дорогу. Но сзади так подпирали ободряюще. Подумал. Ну и ладно. Пройти обрезание на глазах у Скарлетт Йоханссон это ли не счастье? А это оказалось причастие. Мужики целовали икону и волосатые батюшкины пальцы. Ели булку. Я внимательно все запомнил. Прицелился губами Иисусу в нарисованную ногу. Промахнулся. Попал в какую-то серебристую шишечку. Меня качнуло, ну. Для блогера, только что избежавшего обрезания, это нормально. Батюшка посмотрел внимательно, но простил. Ткнул кулаком под нос, чтоб хоть этот поцелуй удался. В общем, все хорошо. И мы пошли купаться. Мальчики налево, девочки позже. Может быть, если мальчики вернутся. Меня представили огромному такому Володе. Володя пообещал, что я никуда не сбегу. Господи, думаю, ладно в царевича, тут бы не стать горбунком после процедуры. Вообще-то боялся другого. Понимаете, если голого сантехника окатить водой на морозе, вряд ли он скажет вам малую Иисусову молитву. От его вскрика, скорее всего, завянут березы, и забором станет жарко и неудобно. Это рефлекс, мы не виноваты. Проруби не было. Повели к колодцу. Колодец в лесу. Темно. Снег и елки. Освещали путь мобильниками. В пути Володя рассказал, как однажды из ведра выпала ледяная глыба, и это была настоящая опасность для здоровья. Разгребли сугроб ботинками, натаскали воды. Минус 12, ветер. Разделся, развесил свои всякие трусы на заборе. Все в том порядке, в каком потом надевать. Чтобы после в беспамятстве не погибнуть, позорно путаясь головой в непонятных тряпках. Встал, перекрестился. И тут Володя вылил первое ведро. Ну, что вам сказать. Холодно это слово из другого измерения. Здесь же просто Гитлер капут и все. Поскольку вы сейчас читаете глубоко духовный рассказ, я не могу выразиться точнее, извините. Помню, воздух замерз в груди. Ругаться стало нечем. Я показал Володе глазами, что давай второе. Второе ведро показалось горячим. Организм сошел с ума, рецепторы транслировали в мозг какие-то случайные числа. «Господи Иисусе Христе, Сыны Божьи, помилуй меня грешного!» Вдруг сказал я на вдохе совершенно искренне. «Вот хорошо!» Улыбнулся Володя. И вылил третье ведро. Даже уже как-то обыденно. И я пошел хрустя по снегу чужими молочными ногами. Одеваться. Помню, лишь носки смешно примерзли к тапкам. Девушка меж тем купаться передумала. Зато прогрела машину и ждала меня, я б сказал, даже с волнением. Такая хорошая и фигура. И очень надеюсь, ей нравится мой Мандельштам. Вот этот. Нежнее нежного лицо твое, Белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, И пальцы рук неостывающих, И тихий звук неунывающих речей, И даль твоих очей. Поговори с ней. Во дворе человек выгребал сугроб из-под пежо И складывал на крышу опелю. Хранить осадки у нас негде. Мужчины дарят снег друг другу. Прибежал папа опеля, тоже с лопатой. Он не хотел себе чужих осадков. К концу зимы он ничего уже не хотел. Такой февраль. Упасть в сугроб и плакать. Мужчины сначала диспутировали. Потом фехтовали на лопатах. Сверху, перевесившись через подоконник, Смотрела женщина. Курила, улыбалась. Ей нравилось, что наш район не захолустье, И жизнь кипит. Вчера она опять курит в раскрытое окно. И вдруг сверху патает карниз. Вместе с сосульками, со льдом, Пролетает мимо ее глаз, носа и сигареты, Как настоящий сюрприз. Женщина даже не подозревала, Насколько Минздрав был прав насчет курения. А сегодня опять дымит. Уже глубже. Из комнаты. Упрямая. Приходила в гость маменька. Рассказала волнующе. Про любовь и детство. Она школьный психолог. В ее практике полно отличных сценариев. Девочка Алиса пришла в первый класс. Тоненькая вся, синеглазая, с бантами. Папа за нее волновался. Вдруг обидят. Он бы подарил дочке какой-нибудь артефакт против мальчишек. Двуручный меч или базуку. Но с такими примочками в класс не пускают. Потому что учителя трусы. И папа отдал дочку на простое карате. Заранее, с трех лет. К школе Алиса выучила семь способов убийства человека сложенной газетой. Она метала ножи, вилки, метко плевала компотом. И в целом была готова учиться в современных условиях. Спасибо отцу. Еще называла перелом ключицы наименьшим вредом, отрезвляющим противника. Первую неделю Алиса била мальчиков по одному. Тогда мальчики выбрали пять делегатов. Делегаты сказали, пойдем поговорим. Встречу назначили на среду за школой. Между мусорником и забором. Алиса пришла со сложенной газетой и, по-моему, не сдержалась. Делегаты убежали с криком «Идиотка бешеная». В младших классах наступил мир, покой и матриархат. Там и осень закончилась. А в январе она влюбилась в красивого восьмиклассника. Два дня вздыхала и смотрела фиалковыми глазами. На третий застала его в коридоре, в позе откровенного предательства. Он был прижат к стене, его целовала какая-то корова из девятого. Корове был сломан всего лишь каблук. Парню врезала по желудям. И когда он сложился от нахлынувших эмоций, Алиса его поцеловала. Что понял, дурак. Иначе было не достать маленькая, ведь почти портативная девочка. На завтра в школу пришел отец. Он слушал и радовался, что не купил базуку. Заведение осталось цело, было куда прийти узнать об успехах дочери. Директор предложил перейти в соседнюю школу. Там все еще бегали сотни небитых детей. Папа подозревал, другая школа не захочет чужих каратистов. А эта школа уже привыкла, адаптировалась. Папа хотел бы остаться. Обещал помыть окна и не носиться на переменах. Вытащил деньги как аргумент. Директор тоже предложил денег, чтобы они все-таки ушли. Взрослые стали пихать друг другу все большие суммы. Никто не мог победить. Решили, как психолог скажет, так и поступят. А психолог моя маменька. Бедная девочка, воскликнула она. Ребенок старался, не давал себя в обиду, все как велел отец. А теперь кругом непонимание, учителя ругают, дети ее боятся, отец набычился и в любви запуталась. Конечно, поведение девиантное, но ребенок не виноват. С ней надо просто разговаривать, сказала маменька. Она и сама в детстве любила одного мальчика. Не знала, как выразить чувства, поймала его, повалила и насыпала песку в трусы. Очень выразительно, мне кажется. Маменькиных чувств тоже тогда не поняли. Ее даже выгнали из октябрят. А теперь она выросла и диссертацию защитила. Кто-то с ней подолгу беседовал в детстве, видимо. Завтра ко мне приедет одна молчаливая барышня. Я пересказываю ей свою жужу, за это она готовит цукини с чесноком и петрушкой. И все счастье мое в плетении из воздуха городов, чье население влюбчиво и патологически счастливо в финале. Я обильно вру, за это меня жалеют, целуют в уши и называют Славочкой. А больше ничего не происходит. Конец зимы. Пежоне здоровается с опелем, в окне напротив курит отважная женщина и повсюду снег. Про женщин. Удивительное. Инициация в племени даяков происходит так. Девушку забирают на год в белой хижине. Она носит белую одежду и питается белой пищей. Потому что через бамбуковую палочку она должна сосать кровь мужчины из вскрытой вены добровольца. Не всю кровь, конечно, мужчина-то чужой. И сразу все, взрослая. В соседних племенах точат зубы напильником, вдевают в нос кирпичи и прочий пирсинг. Это неважно. Главное после. Можно курить, целоваться и обсуждать, какой колька мерзавец, приходит пьяный, а ленгш страдает. С открытием фабрики скороход смысл других жестокостей отпал. На фабрике делают туфли. По силе ощущений они равны году в склепе, камням в почках и ремнем по заду. Женщины в них взрослеют мгновенно, лишь надев. По словам социологов, даже рождение младенца весом 7 килограмм не считается больше трудностью. Потому что скороход. Одной девочке подарили такие в детстве. Ее снаряжали в первый класс. Банты, платья, гладиолусы, все так серьезно, будто следующая встреча с родителями состоится через 50 лет. Ее вытряхнули из сандалей и вставили в туфли. И она сразу почувствовала. Детство кончилось. Ну как, нравится? Спросила мать ласковым голосом. Туфли жали везде, даже в локтях. Это значило, внешний вид удался. Кто не знает главный секрет женской красоты, чем хуже самочувствие, тем лучше выглядишь. Ей повели учиться. Обувь была мучительно красива. Школа, наоборот, попалась неудачная по цвету и форме. Народ в ней противный и солнце светило по-дурацки. Девочку подвели к неприятной почти саблезубой женщине. Сказали, это Нина Петровна. Завтра нужно будет ее найти и впитать свет знаний. Девочка про себя решила. Будет искать самое ужасное на вид, потому что ее учитель – гомункулус. А 2 сентября ей вернули сандаль. Очень неожиданно. Девочка не подозревала, насколько привязалась к ним за лето. Почти до слез. В этот день солнце светило лучше. Дети выглядели ничего. Школа оказалась даже со столовкой. Осталось найти существо пострашней, сказать «Здрасте, я Люб Богомолова» и заплакать. Искала-искала. Вроде все симпатичные. Наконец нашла. Так весь день и просидела рядом с гардеробщицей. Счастливая вся в сандалях. Теперь она выросла и вот вчера говорит «Пойдем гулять. У меня есть туфли отличные, очень удобные, только ногу пластырем надо заклеить. Здесь, здесь и еще тут потолще». Конечно, все равно натрут, но если гулять недолго, за неделю пройдет. При этом у нее есть еще неудобные туфли. Она их надевает на свадьбы лучших подруг, чтобы не так за них радоваться. Лев. Я не помню снов. Или не вижу. Смысл один. И вдруг врывается в мой сон Таня Б. В таких прозрачных штанах, какие забыть невозможно. Было видно по штанам. Таня мне снится с самыми серьезными намерениями. Мы не виделись 15 лет. Раньше она была училкой в очках и в цыганской юбке. Но за годы разлуки похудела, изучила гимнастику и множество балетных прыжков. Очень мило с ее стороны. Я как раз не люблю эротических снов, где женщины большие и тяжелые как памятник. Стремительная Таня махала ногами, словно крыльями. Я подбадривал ее отдельными кавалерийскими междометиями. Волнующий этот танец как бы звал бороться с условностями в сексе. Ни один сонник не расшифровывает училок, машущих ногами. Про балет пишут отдельно, к изменам и ревности. Я не верю снам, и за это сонники пророчат мне всякие гадости. А другие люди верят, и жизнь их полна милых сюрпризов. Например, знакомая рассказывала, стоит ей во сне вступить в гамно, на завтра случается прибыль из настоящих денег. Это прекрасный способ богатеть, очень удобный. Но мне он недоступен, из-за недостатка веры. В тщетных попытках я лишь растопчу чужие хорошие какашки. Вот еще из достоверного. Мелкие монеты снятся к слезам радости. Драка видится к встрече с тем, с кем дерешься. Встречу Монику Белуччи накидаю по соплям, пожалуй. Мыть полы к путешествиям. Если кому все обрыдло, то знайте. Еще та знакомая гадает на блюдце. Рассказывала удивительное. Например, дух Пушкина – ужасный сквернослов. Женщины от него краснеют и хихикают. Наполеон капризный и подозрительный. А Бальмант очень мутный. В его предсказаниях сплошь метафоры. Без филологического диплома не понять, что он там бармочет. Говорит одной женщине. Серый князь занес лиловый жезл. Стране пушистых кроликов грозят позор и разорение. А у этой женщины дома тапочки с мордами кроликов. Она понеслась. Думала, пожар или воры. А там всего-навсего муж, драматический актер Семенов, привел с работы актрису Булочкину. Обула ее в тапке жены и ину делиться секретами актерского мастерства. Эта женщина, Семенова, прибежала и облегченно рассмеялась. Дала актрисе булочкиные по сапатке. И тут же в страну пушистых кроликов вернулись мир и покой. И, кстати, вот от чего мне снилась Таня в прозрачных штанах. Вчера смотрел арабский танец из щелкунчика. Примерно 300 раз. Там такие же брюки. Лыддыбр курортника. День первый. По пляжам Паланги бегает голодный лебедь. Щиплет отдыхающих. Однажды кто-то угостил его булочкой. Лебедь хочет еще. Но люди думают про погоду, про кризис и вулкан. А о лебедях не помнят. Меж тем, изнуренные голодом птицы нападают на прохожих. Им в организме не хватает булочек. Я хотел сфотографировать пешеходный мост. Это знаменитый мост, мы читали о нем в путеводителе. Интересно, между чем и чем этот мост? Спросила меня моя личная жизнь, склонная к точным наукам. Душа моя, ответил я, пытаясь таким вступлением навести ее на мысль об интимных отношениях. Этот мост ведет из Паланги в Палангу. Я ужасно ошибался. Мост тянется от пляжа к середине моря, потом сворачивает в сторону Швеции и обрывается на полпути. Он символизирует мечту литовцев о лучшей доле. Так вот, я фотографировал мост, внезапно подбежал лебедь и клюнул нас с фотоаппаратом в объектив. Этот волнующий миг запечатлен, можете посмотреть. Если вы журналист, вот вам подпись. Озверевшие птицы на пляжах Балтики. Или так? Литовцы науськивают на латышей свою авиацию. День второй. Вы не различаете Литву и Латвию. И правильно делаете. Паланга та же юрмала, только в детстве плохо кушала, поэтому не выросла. Та же хмарь, от которой аборигены бело-зеленые, как неспелые помидоры. Гулять в Паланге можно по пляжу. В живописном смысле это сплошные виды на мост. Еще ботанический сад. Он запомнился мне по странному бульканью в желудке, следствию национального деликатеса картофель, печеный в колбасной кожуре. Благодаря этому блюду и сад, и его неопознанный колючий кустарник навсегда в моей памяти. В снежные месяцы апартамент стоит 50 евро. Сезон наступает в мае, сразу после таяния морских льдов. Пытаясь задернуть на окне штору, я сломал поводок от занавески, белую такую палочку. Весь день потом судорожно прятал обломки. Совал их под кровать или под шкаф, или за телевизор, или в вазу. Возвращался, искал, не находил. Каждый раз думал, все, горничная нашла и будет скандал. Вдруг отыскивал, перепрятывал, снова терял, извелся весь. Позже расскажу, потому что теперь о погоде. Синоптики обещали дождь со снегом. Сначала. Потом сказали они, погода испортится и начнется ненастье. И мы пожалеем, что кончились дождь со снегом. Параллельно земле полетят вода, песок, лед, кусты, скамейки и другие феномены небросской литовской природы. В широком смысле метеорология не наука, а способ испортить человеку отпуск. Прогулка в свитерах, в плащах, с зонтом чуть не закончилась тепловым ударом. Про погоду лучше справляться у астрологов. У них точнее. День третий крайний. Горничная нашла в вазе обломки. Улыбнулась. Сказала, эти палочки от занавесок все время ломаются. Все-таки литовцы культурные, чуткие люди. Другие бы расстреляли. Или заставили бы платить, что еще больнее. Погода опять прекрасная. Гулял в рубашке. Разговаривал с лебедем. Он считает, мы в ответе за всех, кого приручили булочкой. Обещал привезти что-нибудь латышского в другой раз. Сам съел в ресторане кусок мяса вот такой ширины. Ничто во мне не булькнуло. Благословенный край. В воздухе ионы йода так и носятся. Огромные, полезные, как лимон. Пробовал анонимные местные пирожки. Возлюбил буквально всех. Видимо, в душе я лебедь. Отдам хомяка в добрые руки. Отдам хомяка в добрые руки. Но можно в любые. Доплачу 10 евро. Или скажите, сколько. Я открыт для диалога о животных. Хомяк в отличном состоянии, неперекрашенный. Джонни Депп среди хомяков. Импунитивный экстраверт-сангвиник. Интересуется кулинарией, психологией, семейной жизни. Часами слушает про несправедливость взрослых к детям. Два долгих года он будет вас любить. Потом сможете сшить из него смешной чехол для телефона. Мне клялся знакомый ботаник. Хомяки двухлетние растения. Я своего уже давно развожу. Пока никаких признаков увядания. Разве что он стал храпеть по утрам. Но, похоже, просто простыл. Вчера снилось, даже хомяк оказался бессмертным. Как агосфер. А вечером того же дня у чайника отвалился свисток. Чувствую этот знак. Непонятно какой. Самое волнующее в хомяках – это уборка клетки. О, это сложная многоходовая комбинация. Нужно запереть животное. Разобрать клетку. Выгрузить опилки. Перемыть отдельно поддоны и решетки. Собрать назад весь этот пасьянс. Насыпать новых опилок на пол и в карманы тоже. Запустить зверя в хлев. Почесать ему пузик. Если, по-вашему, это просто, мы едем к вам. Вот моя сестра Анька. Ответственный человек. Она выбрала в друзья морскую свинку. Анька уверена, свинка – это наномедведь с душой и нервами. А не черствый и глупый мегахомяк, как считают многие. Они с мужем пошли и купили. А через три дня вдруг развелись. Муж уехал к маме. Не из-за животного, просто наросло всякое. Одинокая сестра все вернула в магазин. Шмыгая большим от слез носом, она объяснила, что не может больше воспитывать покупку – это огромная ответственность. Раньше сестра планировала читать свинке книги и крутить классическую музыку. Но теперь это было бы слишком выразительно – сидеть на кухне, одиноко курить и читать свинье мапасана. Сестра всякий раз срывалась в слезы. А муж Аньке пошел и вернул дружочка в дом. Он сказал продавщице, что свинка познала семейную жизнь и уже нельзя отрекаться от клятв верности. Любить надо до конца, пока нас не разлучат чумка или более выгодное предложение. Многие свиноводы утверждают – свинкам неведомое метание, бессонница и ложное чувство вины от пережитого в детстве отторжения со стороны приемных родителей. Эти люди не уверены даже, есть ли у свинок суперэго. Самое важное в педагогике, говорят они, не убить дружочка за грохот ночью, когда животное точит зубы. Разумеется, это не так. Все намного-намного сложнее. Свинья вернулась к Аньке. Ее поставили на холодильник, подарили одуванчиков, включили Вагнера. Муж навещал девочек в выходные и по средам. Говорил – привет, свинья, отец пришел. Однажды заночевал на матрасе в прихожей. Потом помогал балкон ремонтировать. Сами понимаете, к чему приводят ремонты. Он весь такой умелый, в шортах, она варит суп и бинтует отбитые молотком пальцы. Ужасно эротично. Я видел много ремонтов. Это точно. Женщины млеют от мужчин с 20-ти сантиметровой отверткой. Из этого поучительного рассказа видно – разведение грызунов – путь к счастью и гармонии. Поэтому, если вам ремонт в ванной или приличного мужа или другие пустяки, возьмите у меня хомячка. Дам 30 евро отступных. Хомяк почти новый. Мои мечты сложнее. У меня в планах дом на побережье и спать до 9-ти. И счастье для всех людей. И выбросить телефон в море. И чтоб зимние помидоры были вкуснее поролона. Для выполнения этих несложных желаний, я считал, нужно 10 тысяч лет разводить гигантских бобров. Вот сдам хомяка, займусь бобрами и жизнь наладится. Ей снилось. Ей снилось, будто я пою концерт. А за декорацией прячутся голые женщины. И по моей хитрой морде видно – они не просто голые, а вызывающие, без трусов. В связи с чем назрели два вопроса. Первый. И кто я после этого? Второе. Куда девался мужчина, который ел тут котлету с макаронами и давал клятвы верности? Не знаю, как вы, а я в чужих снах бываю не обуздан. Утром приходится извиняться. И если у рассерженной стороны синие глаза и тонкие пальцы, в извинениях важны напор и скорость речи. А логикой можно пренебречь. Поэтому я извинялся так. Счастье мое, давай обсудим все на примере котяток. Вот одному дяде, его зовут Коля, это не важно, подарили пингвина. Подарок оказался так себе. Он беспорядочно какал и звал маму голосом падшей женщины. Не то, чтобы Коля грехами прошлых жизней заслужил себе пингвина. Просто у Коли фамилия – миленький. И чуткие к стилистической завершенности друзья подарили ему художественную инсталляцию. Это будет динамическое искусство, решили они. Пингвин скакал из ванной на стиральную машину и обратно. Уходя на работу, Коля гасил свет, в ванной наступала ночь. Все птицы ночью спят. Потом свет загорался, пингвин думал на Колю, мама пришла и ходил следом. Пингвина звали Артуром. Определить его в зоопарк было невозможно. Сами попробуйте сдать человека, который зовет тебя мамой, откликается на Артура и по национальности пингвин. Иногда Артур вскрикивал голосом падшей женщины. «Где ты, Коля?» Коля быстро отзывался, но соседи успевали услышать и смотрели утром понимающие. Однажды Коля ушел, а ванну не запер. Пингвин вышел на балкон, увидел белый день, мамы нет и зарыдал от ужаса. Соседи сразу поняли, огромные негры беспорядочно насилуют падшую Колину женщину. Когда Коля прибежал, соседка Вера уже рассказала милиции. Коля мучает в ванной пожилых проституток. Каждый день. Милиция сомневалась. Насколько милиция знала женщин, мало кто захочет насиловать их ежедневно. Очень много надо решимости и сил. Но Верка была одинокая, она разбиралась в криках страсти. Это были именно крики страсти. Да, она уверена. Верку можно понять. Когда за стеной регулярно бывает жестокое обращение, может и до вас однажды очередь дойдет. Уж скорее бы, господи. Коля открыл дверь. Выбежал счастливый пингвин. Пришлось уныло объяснять. Это инсталляция динамического искусства переплетения семантических пространств человека и Антарктиды, где артефакты двух миров в новом поле утрачивают смысл и обретают сверхсмысл. Вырванный из контекста пингвин, вступая в неординарную комбинацию с ванной и стиральной машиной, освобождается от утилитарной функции пожирателя рыбы, приобретая функцию символическую, декоративную и духовную. Это же так прекрасно. Смена контекстов, создает смысловые трансформации, игру значений. Понимаете? За 800 рублей милиция прекрасно поняла Колин бред. Все закончилось хорошо. Коля с Верой поженились. Это не важно. Я хотел сказать, если в подарок предлагают пингвина или котика, лучше, конечно, остановиться на платочке от Эрмес. Когда не хватает денег Когда не хватает денег, или подгорел компот, или ремонт в женском организме, Люся терпеливо объясняет Маше. Потому что твой папа – идиот. Я генерирую Люсины несчастье. Сгоревшая кастрюля, месячный начальник гад, в Уганде голод, ужасный колорадский жук, гибель абсолютно всех мамонтов – все это я устроил. Извержение «Эй, я фьятлай, а кудля» тоже. Специально, чтобы Люся измучилась. Люся – диктор новостей. Мы с Люсей, кто не знает, состоим в крепком счастливом разводе. У нее новая квартира с видом на цементный завод. Между нами пять километров и два моста. Жизнь почти уже наладилась, хотя еще не совсем. А раньше я был просто демон. Вот однажды у нее был юбилей. Ей так радовались на работе, что к вечеру Люся, как медуза из морской воды, на девять десятых состояла из шампанского. Забежала в баню. Там подруги уничтожали мартини и шардоне. И еще потом какую-то синюю акварель, потому что жить надо здесь и сейчас. В полночь пришел банщик. Сказал «Все вон, пожалуйста». Девчонки поделились на три группы. Первая группа могла ходить. Вторая группа умела ровно сидеть. Третьей группой была Люся. Она оспорила в раздевалке с собственной шубой. Одеваться отказалась. Банщику сказала «Это ее баня, и он уволен». Звучало очень убедительно. Потом Люся упала очень некстати, потому что банщик почти поверил. Если девушке пора, обычно ее вставляют в трусы, чтобы выглядело прилично. Но сил не оказалось. Люсяны тряпочки запихали в сумку. Никто так и не вспомнил в чью. А что решили подруги? Голая Люся – это кому угодно милый сюрприз. Ее завернули в шубу, вынесли в такси, поцеловали и высадили у подъезда. Дальше ее кино обрывается. Я слышал. Она, как поломанный робот, все ронял ключи в прихожей. Объяснила, что сходила в баню и теперь хочет писать. И чтобы я не вставал, она сейчас придет. А утром потребовала отдать ей трусы. Гадкий фашист, от меня она такого не ожидала. Ей было пора бежать. Отсутствие купальника бесило. Потом оказалось, не хватает всего костюма. По пиджак включительно. Все это я спрятал, она догадалась, из мстительного ехидства. До ужина она пыхтела. Вечером позвонили из бани. Сказали, тут чьи-то штаны и лапсердак. Было видно по лицу, Люся хотела спросить, зачем я отвез в баню ее одежду, но передумала. Послушайте, я посмотрел, у меня все истории про голые зады. И захотел написать что-то чистое, чтобы никаких трусов и секса. И сразу вспомнил. И все по пунктам написал. О борьбе ЖКХ с мировым хаосом. У одной женщины был свой отдельный любовник и исправный туалет производства города Житомир. Прямо скажем, все удобства. Но ей хотелось перемен. Она послала любовника что-нибудь улучшить. Любовник открутил шишечку с бачка, снял крышку. И вдруг расстроился и ушел. И до сих пор не вернулся. Не знаю, что он там увидел в недрах. Современные мужчины все-таки очень ранимы. Теперь у женщины разруха. Она не умеет собрать бачок. Она вообще не понимает, что изменилось. Ее безголовый бачок вдруг взялся плевать в посетителей. Стоит присесть, в спину бьет холодная струя. К такому трудно привыкнуть. Я не знаю зачем. Этот житомирский унитаз бессмысленный и беспощадный. Его собрали на Украине наши братья. Из хвороста и старых игрушек. Спрашивать их о смыслах неприлично. Женщина хочет счастья и не хочет водных процедур. У нее пропал любовник и весна холодная. И вот она пишет в дому управления заявку. Унитаз гремит и плюется. Пришлите, пожалуйста, специалиста. Под видом специалиста прислали меня. Я пришел и доломал мерзавца. То есть сначала хотел починить, но вспылил и уничтожил в нем все живое. Теперь у нас с заявительницей сложные отношения. Я считаю, что должен ей новый унитаз. Она же пытается накормить меня супом. Все было бы прекрасно, но пришла еще заявка. Совсем волнующая. Тоже про хаос. В комнату влетела опасная дрянь с ушами. Пришлите срочно какого-нибудь мужчину. По описанию выходила это Бэтмен. Меня снова послали поговорить с ним по-мужски. Но оказалось, там влетел шершень. Огромный. Я отхлестал его по щекам полотенцем с большим успехом. Теперь должен разным женщинам кооператива унитаз и люстру. Вчера ходил торговаться о цене люстры. Договорились просто поболтать за ужином. Женщины ужасно отходчивые, если только вам нравятся их котлеты. Могут простить разбитый сервиз или даже сердце. В кооперативе из мужчин есть еще и электрик. Он тоже борец с хаосом и сейчас ходит обедать в три разные квартиры. Там блинчики, макароны и тоже суп, только фасолевый. Не знаю, как он так погорел. Вроде очень аккуратный. Но лучше всех упорядочивал быт мой папенька. Когда-то он работал в службе газа, жуликом. По документам руководил бригадой в пять человек. Он брал заказы на пятерых, сам все делал и получал пять зарплат. Вдохновенный был мужчина. За это его посадили на три года. В тюрьме он узнал много полезного. Например, нож в драке достают только идиоты. Настоящие интеллигенты носят с собой молоток и отвертку, чтобы на суде косить под безоружную жертву обстоятельств. В бою папенька был бессмысленным и беспощадным, как украинский унитаз. Если мы заливали этажи с седьмого по четвертый, он брал молоток, отвертку и ходил к соседям. Извинялся. И под нами всегда оказывались очень необидчивые соседи. Однажды отца пригласили в школу поговорить об алгебре, которую я не посещал, потому что полюбил химичку. Папенька от волнения что-то напутал и подрался с военруком, который был одновременно и дураком, и подполковником. Успех был полный. Больше отца в школу не звали. Педагоги решили, может и хорошо, что я не посещаю алгебру. Теперь о важном. Девушка, у которой шрам от аппендицита, говорит «Какой-то хаос в жизни. Давай переедем в Юрмалу. Там есть такая квартира, театральная улица, 67, второй этаж, шесть окон на юг». Вообще-то в этой квартире живут незнакомые люди. Но я завтра возьму отвертку, молоток и предложу им поменяться на мой район развитой промышленности. Для убедительности проведу тотальный ремонт унитазов и разгон шершней. В крайнем случае покажу фотографию погибшей люстры. Думаю, они согласятся. Все об идеальных мужчинах. Бекназаров встретил на фестивале настоящего Рому Ланкина. Рома в жизни выглядит так. Из-за угла появляется облако женщин. Оно клубится, приближается, заполняет помещение. Проплывают кофточки, каблуки, юбки самых волнующих фасонов. Это все пахнет страстью, движется мимо, гомонит и удаляется. Все. Рома Ланкин прошел. Он в центре облака. Его никогда не видно. Теперь вы знаете, как выглядит Рома Ланкин. И я расскажу вам о других идеальных мужчинах. Это не миф. Они существуют. Одного видели в Голландии. Он вышел и сразу пропал. Кому-то понадобился. А третий, конечно, Джонни Депп. Он живет в Париже, но встретиться нельзя, потому что Ванесса Паради 45 килограммов злых костей. Она зорче кощея и непроходимее облако женщин. Давайте пожелаем ей Герпеса. Можем желать удачи, но будем честными. Все равно выскочит Герпес. Я видел Ванессу. С коленками глазастая сразу видно. Эгоистка и дрянь. И что он только в ней нашел. Говорят, причина ее успеха в холодности. Вайона Райдер хотела за Деппа замуж. В извращенной форме с Фатой и Заксом. Потом Кейт Мосс требовала, чтобы он не одевался, как чмо. А Ванесса ничего не просила, даже гнала его прочь. Конечно же он выбрал Ванессу. Когда женщина так увлекательно тобой не интересуется, устоять невозможно. Которые не успели отнестись к Джонни Деппу равнодушно, теперь лепят себе идеальных мужчин из всякой ерунды. Иногда это не сложно, просто надо добавить побольше укропа. Вот моя кузина Люба. Мечтала о муже в жанре импрессионизма. Рос 192 брюнет, попа с некрупную дыньку, стальная на ощупь. С чувством юмора и чтоб не жмот. Цвет глаз металлик и домик в Сан-Тропе, как компенсация за множество мужских недостатков. Потом полюбила одного моряка. Он был чуть выше тещи, попа любая, глаза просто есть. Чувство юмора, правда, попалось очень удачное. Он смеялся над подругами, а над Любой никогда. А вышла за соседа, который просто умел выносить мусор. И прекрасно живут, считает родня. Мы с Нетунахиным не умеем выносить мусор. Мы худшие на гендерном рынке. Мы сотканы из недостатков. По нам можно писать диплом, каких мужчин вообще не надо. Мы гербарий минусов. Но даже Нетунахин повстречал себе Таньку. Две недели притворялся, будто обожает ромашки дарить и угощать женщину чипсами, а секс презирает. Сбитая с толку Танька решила, никакой он не пропащий. И привела Нетунахина к себе. И скинула плащ, и обернулась не женщиной, а последовательницей бахагават-гиты. Она заварила невероятно вонючий чай и взялась Нетунахина улучшать. Она рассказала, какой должна быть семья. Во-первых, ложиться спать надо в десять, а вставать в пять. Иначе гуна благости отвернется. Насколько я понял, если нарушать режим дня, какая-то крупная задница ворвется в ваш астральный дом и ну проявлять себя. Потом много разного. Жена должна слушать мужа. Тут Нетунахин ожил. Муж должен содержать семью. Опять загрустил. Мясо есть нельзя, только корешки и всякую траву. На ночь следует пить молоко и открывать окна, чтобы воздух. Чай всегда не сладкий. Много гулять и никакого телевизора. Как тонко подобрано все, что я ненавижу, подумал Нетунахин. Ему захотелось прыгнуть в окно и умчаться пешком, лишь бы прекратить разочаровываться в себе, как в семьянине. И тут Таня сказала, а теперь о сексе. И достала здоровенную книгу с картинками. Там было подробно про жизнь и огромную любовь. Например, страница 30 начиналась словами «Легко-легко коснитесь языком ямки над ее ягодицей». Через три минуты чтения Нетунахин превратился в очень-очень приличного мужчину. Он почувствовал вкус к режиму дня, вегетарианству и молоку на ночь. Он стал поклонником Айурведы и Индиры Ганди. Он захотел даже смотреть индийские фильмы, но оказалось это не обязательно. И две недели теперь не ходит на работу. Вот она, сила веры. Абик Назаров на фестивале все-таки пробился к Ланкину. Он прыгнул со сцены в толпу женщин и упал удачно близко. И сказал, здравствуйте, Роман, вы офигенный. А Ланкин ответил, как обычный человек, здравствуйте, Саша, мне нравится одна ваша песня. А потом еще добавил, если Бек не врет, передайте привет Славе Се, который в ЖЖ. В этот момент женщины сплотились и оттеснили Сашу Бекназарова. И разговор прервался. Но, девчонки, теперь понимаете, где вы и кто сейчас, может быть, прочитает ваш комментарий? Это шанс, пишите немедленно о самом наболевшем, чтобы не вышло, как с Джонни Деппом. Живу на... Бросаю зефир в соседских шпицев. Они ужасно дружные, трое лают, один готовится. Когда бог присылает зефир, немеют от счастья. И сразу слышно, береза шелестит, колхозница с тележкой скрипят, на качелях матерятся веселые дачницы. Такая пастораль продается в сельпо по 2 доллара кулек. После угощения собачки лают с каким-то новым, особым остервенением. В такие минуты, кажется, юрмала вся состоит из шпицев. С точки зрения звукорежиссера, тявкает березы, качели и селянка с тачкой. На обед прилетают переливчатые деревенские мухи. Видно по их толстым рожам, здесь прекрасная экология. Пробовал сбивать мух черешневыми костями. Они в ответ смеются басом. Не попал, будут тренироваться. Соседка по даче симпатичная. Вчера спросила, можно ли поухаживать, и опрокинула мне салат на штаны. Очень трогательно. Я благодарил, потом мы пили чай с пельменями, потом купались, дача все-таки это прекрасно. А сегодня шпицы вдруг замолчали без всякой дополнительной отравы. Стало тихо, лишь где-то в кармане долго-долго звонил телефон. Это Саша из издательства. Сказал, что книжка вышла и еще что-то про новую жизнь. В Сашином аппарате шумело, будто вокруг шторм, и он на водном мотоцикле огибает мыс Горн. Издатель меценат, собаки его слушаются сквозь пространство без всякого зефира. Удивительный человек. Говорит, давай вторую книжку. А я пью чай на балконе и кидаюсь в собак диабетом. Несерьезный человек. О любви к природе. Маша любит всех животных целиком, а не только котлеты из них. Навещал ее в лагере пионеров. Лазил по какой-то бузине, звал дочь. Маша, Маша. Начал с пиано. Закончил таким фартиссиму, что вдали сработала сигнализация. Маш возникла из-за куста неожиданно, как снайпер. Лохматая под глазом синяк, в руке лягушка, гольфы разной высоты. Счастливая. Рассказывает. Мы организовали зоопарк. Из жука и стрекозы. Еще есть лягушки в банке. Мы их воспитываем, две уже сдохли. Видимо, это холера. Муравьев сначала приручали чупа-чупсом, теперь не можем выгнать. На завтрак была гороховая каша. Две девочки молились Богу, чтобы их забрали домой. Катя плакала 36 минут. Сама удивилась своей выдержке. Говорит, с детства так не ревела. Кристина сказала, если опять будет каша, сломает ногу и ее заберут. У нее дедушка хирург по женским ногам. Он все прекрасно вылечит. И если кто желает присоединиться, дедушка будет только рад. Удивительно, какая от гороховой каши бывает ностальгия. Но к обеду ничего, рассосалось. И вот мне интересно, не для себя, какие бывают способы ломать ноги. Маша принеслась в столовую печенье. Мы пошли в конюшню, сели на забор и стали говорить о литературе. Литература, считает Маша, лучший способ заработать на собаку. Нам срочно нужна собака, а собаке нужен воздух. Поэтому мы полезли в интернет, нашли домик вблизи от природы уже с будкой. Осталось написать роман и сдать, получить букера, а лучше Нобелевку. И можно переезжать. Однажды Маша сама писала книгу. Взяла тетрадь и два часа велела не шуметь. Иначе работа растянется на три часа. Маша спросила, можем ли мы уже в эту субботу купить домик, если к вечеру она закончит. Я ответил, что да, если к вечеру. Тогда Маша сказала. Удивительно, уже в субботу мы будем спрашивать друг друга, чья это лохматая рожа сгрызла тапки. И уселась за роман. Название пришло сразу. Кот Чуня. Очень логично, ведь именно коты самые прекрасные существа на свете, а не эта фиолетовая Джаконда Рафаэля. Кот спал на холодильнике безучастно, будто не он тут главная действующая морда, а просто устал. По-хорошему должен был сесть и рассказать самое волнующее из биографии. О детстве и матери, про фантазии и комплексы, про трехцветную мурку с упоительно кривыми ногами, конфликт с психическим котом Матвеем и ужасный характер латышских дворников. В развязке романа кот получил бы приглашение пожить у одной девочки и почти добровольно принял таблетку от глистов, этот символ кошачьего счастья. Но кот молчал, и Маше пришлось опять все делать самой. Может поэтому все перипетии и коллизии уместились в четыре слова. Мой кот очень хороший. Получился шедевр конструктивизма. Экзистенциалисты и последователи поэта Брюсова в тот день проснулись в слезах. Разбавлять повествование какими-то соплями значило все испортить. Нести роман в мир было невозможно. Мир не созрел еще покупать столь пронзительное искусство. Маша посидела-посидела и тоже заплакала от чувств. И сказала, ты сам садись, сочиняй. Ты же отец, а я стану о тебе заботиться. Все-таки я женщина. И ушла жарить яичницу. В холодильнике было десять яиц. Маша применила все. Она не знает, сколько надо на отца средних размеров. Она не боится, что на мне вылезут прыщи, лишь бы работал. Всю свою любовь к природе Маша вложила в омлет. Добавила соли, перцу, помидоров, всего побольше. Сама отказалась. Сказала, у нее каникулы она перебьет с черешней. Кот свою порцию закопал. Не в смысле спрятал, а навсегда, чтобы никогда не найти. Я же от обилия соли и яиц стало раздражительным. На завтра отвез Машу в лагерь. Там море, воздух и меню разработано в специальном НИИ по воспитанию детей через невзгоды. Особенно гороховая каша. Сам теперь сижу на диване, мажу спину сметаной и мечтаю растянуть лето хотя бы до октября. До свидания, лето. До свидания, давай. В августе комары научились кусать без посадки. Они втыкаются как дротики. Делают два глотка и убегают. Майские комары были интеллигентнее. Тихо приземлялись, бродили, выбирали капилляр. Я приманивал их теплым пузом. Ложился поверх одеяла и шлепал, не спеша, на ощупь. Теперь по ним не попадаю, они стали ужасно спортивные. Из-за них у меня паранойя. Постоянно мерещится, будто кто-то ползет по ноге. Август печальнее июня. Дожди, новая волна. По Юрмале гуляют облака голых женщин. Приманивают богачей теплыми ногами. Богач подсаживается, выпускает хоботок. Его тут же шлепают. В финансовом смысле. Вчера видел певицу Нюшу в шортах. Потом певца Агутина с необъяснимым красным лицом. Хочу домой. Но вернуться мы не можем. Соседка Даша сдала свою квартиру арабским террористам. Они и пустили корни. А я не могу оставить Дашу тут без присмотра. Вы не представляете, какие здесь дачники гуляют. С хоботками. Дарья придумала сдать на лето рижское жилье. Она вообще ужасно ловкий финансист. Вчера не дала мне купить яблоко за 4 доллара. Сказала, лучше курицу купим. Как будто это нормально, грызть сырую курицу на пляже. Так вот, Даша запросила за свою двушку, как за зимний дворец. Родина не сеновал, сказала она. Надо сдавать так, чтобы не было больно за изгаженный паркет. Я осмеялся, говорил, никто не клюнет. Но Даша пригласила фотографа. Сказала, очень талантливый мальчик. Этот мальчик весь день потом встречался в самых неожиданных закоулках квартиры. Через неделю прислал фотки. Если верить его искусству, Даша всю жизнь прожила в царских палатах, как она и предполагала. Оказалось, многие хотели бы поселиться в Эрмитаже. Мы повесили объявление. В первый же час позвонили семеро. Мы не знали, кого выбрать. Победили два арабских террориста. Они запутались в валютах и согласились заплатить за полтора дворца. Я опять поступил как скептик. Пообещал, они придут, увидят и сбегут. Потому что тумбочка не открывается, полочка отвалилась, холодильник электрический маньяк дерет с током. Пианино не настроено, золотой клозет в реальной жизни обычный фарфор лососевого цвета. Но террористам все понравилось. Особенно азимут унитаза. Они проверили его с компасом. У них такая прерогатива не какать в сторону Мекки. Удивительно покладистые люди. Тумбочку не открывают, на пианино режутся в нарды. Соседская кошка ходит к ним через балкон писать на диван. Холодильник обезумел. Научился стрелять молниями. А они говорят, на все воля Аллаха. Вытирают за кошкой и с холодильником здороваются в перчатках. Бутон английский лорд. И ничем не убедить их вернуться в родную Сирию. Кошка, электроприборы и тумбочка бессильны. А может они не шахиды, а простые инженеры. У меня есть один приятель, тоже гражданский летчик. Летает в Африку. Возит списанные гранатометы. Чтоб местным племенам было чем спорить за водопой. В нашей стране, что не инженер, то специалист по мирному урану для прогрессивного Ирана. Самый воинственный тут я. У меня за лето развилась смертоносная ловкость, невероятная координация, ночная чувствительность и немножко паранойя. Вчера террористы согласились уехать. Но Даша сказала, пусть я не радуюсь. На их место просится богач-китаец. Инженер, как вы уже догадались. Думаю, я завтра оторву ему хоботок. И у нас сразу наступит осень. О детях вообще. Зачатие длится 12 минут. И это лучший момент во всей педагогике. Дальше сплошные убытки. 40 недель ты толстеешь от одного взгляда на булочку. Тебя разносит, бесит и тошнит одновременно. Ходить тяжело, сидеть неудобно, лежать вредно, жить тошно. Ощущение, будто выпило аквариум и внутри плавает черепаха. Родятся дети тем же дурацким способом, какой использовали инопланетяне в голливудском кошмаре. Не плюцки как-то. Причем роды, и это не конец приключений. Все лучшее впереди, и ты еще не раз об этом пожелаешь. Дети не дают спать. Их почему-то бесит, если родители спят. Какают они исключительно, когда вы надели пять штанов и зашли в лифт. А однажды нарисуют на стене такую бабочку, что не сразу ототрешь. Каждый день дети едят, пьют и другими способами портят настроение. Чуть что не так, они же на тебя орут. В три года ребенок вернется из сада с грандиозной шишкой на лбу. Ты пойдешь и убьешь чужого папашу. Он так и не успеет понять за что. К десяти годам смиришься с двойками и перестанешь искать, кто в родне был такой тупой. В двенадцать лет чадо признается, что любовь разрушила его жизнь и все зря. В тринадцать обнаружишь в его кармане сигареты и ужаснешься. В четырнадцать найдешь презервативы. Ужаснешься, но уже не так бурно. В шестнадцать сама подсунешь ему презервативы. И вспомнишь, каким он был милым, когда в тринадцать только начинал курить. Потом заявится какое-нибудь Маша или Витя. Все в прыщах и очень ранимое. И вот они уже вдвоем грабят твой холодильник. Одалживают без возврата, бьют посуду и запираются в ванны. И тебе же надо их мирить. Полы они вымоют лишь однажды под Новый год. После шикарной драки со скандалом и валидолом. Но зато, зато, однажды ты найдешь в шкафу свой портрет, написанный шариковой ручкой. Там у тебя будут кривые ноги, квадратная голова, косы размером с солнца, косоглазие и нос на щеке. Ты поцелуешь каракуле и решишь, что оно того стоило. Написано для передачи «Женская логика». «Напишите нам про ноги», — попросил один журнал. Колени — самый половой из вторичных половых признаков. Они — лицо женщины и вместилище ее души. В них больше феромонов, чем во всей остальной женщине. Один путешественник советовал. Прежде чем влюбиться, рассмотрите колени. Они не обманут. Если захочется поцеловать, влюбляйтесь дальше. Если же внезапно затошнит, вы неудачно подсели к мужику с изломанной психикой. Полно рвущих душу историй, как русский менеджер встречает на курорте простую девочку из тайской деревни. И вот она дарит ему свою чистоту на всю ночь, что для многих даже дольше, чем вечность. Всего за 50 баксов. А когда страсть достигает той звенящей ноты, за которой пора уже снимать трусы, девушка вдруг оборачивается настоящим полковником. Такие у нее лохматые фаберже. Финал истории всегда счастливый. Менеджер стремглав бежит к жене в Ростов и не верит больше в мораль курортных женщин. Девчонкам хорошо. Они сразу родятся с удачными коленями. Чашечка выходит круглая, обаятельная и абсолютно лысая. А такой мечтает любой трансвестит. Но можно часами умирать в кресле эпиляции. Можно отдать хирургам заработанное годами непосильного секса. И все равно сустав останется мужским. Огромным, грубым, неприглядным. Когда у одноклассниц они вдруг выросли, я помню, как изменился мир. Нога перестала быть оружием для пенделя, а стала частью женской личности. Причем лучшей частью у многих. Самые удачные ноги достались Жанке Садовской. Хотелось все за них простить. Ее оправдал бы любой суд. Нет, сказал бы судья, не смейте оговаривать эти колготки в сеточку. И присяжные посмотрели бы на Жанку и присудили ей звание святой. Однажды она оделась в школу покороче, и класс познал любовь. А лучшим специалистом считался Леша. Он знал не только основу психологии ног, коленки острые, значит женщина злая, или сядьте девушке на колени, если ощущения приятные, надо брать. Леша пошел дальше. Он по лодыжке определял вредность и по форме ступни продолжительность первого брака. Себе в жены он наметил девушку из африканского племени нуба. У них там самые длинные в мире бедра веретенообразной формы с утоньшением верхней трети. Жанка не то, чтобы не устраивала Лешу. Она как-то скоропостижно вышла за футболиста, потом за бандита, потом неважно уже за кого, причем многократно. Леша не успел сказать ей главные слова про ее прыгалки. Женщина с красивыми коленями вообще глубоко несчастна в жизни. Во-первых, есть ощущение, будто тебя любят не за душу. Во-вторых, сами попробуйте раз в год менять мужей, не путая имен. Жанка то разводилась, то обратно вступала в брак. Она бы и рада остановиться на простом домовитом миллионере, но мужчины ужасные бесы вскружат голову, потом скандалят и уходят. Разводы стали для Жанки почти работой. Она плюнула и уехала в Таиланд. Занялась собой и коленями. В интернете полно рецептов для одиноких женщин с ногами. Например, разотрите лимон, корень сельгерея и головку чеснока. Пропустите через мясорубку, добавьте меда и пейте утром натощак. Или ешьте, я не знаю, как правильно заталкивать в себя такую дрянь. Кроме отеков, пойло лечит разбитое сердце. После него не хочется ни мужчин, ни чувств, а только коньяка 300 грамм. Вот еще 10 листьев эвкалипта замочить в спирту. Периодически взбалтывать и перепрятывать, чтобы домашние не потратили лекарства на пьянку. На ночь втирать в уставшие колени. Поверх повязать теплые платки. Эта глупая процедура ничего не изменит в вашей судьбе. Но вы сможете убедить себя, что раньше в суставах была соль, а теперь они пресные и лучше гнутся. Леха тем временем стал пилотом. Ходил в божественно синей форме. И однажды чуть не убился, когда гулял по самолету и увидел колени с большой буквы «П». В смысле прекрасные. Он не рассмотрел ни бедер, ни лодыжек, ни знаменитого принципа четырех окошек. Теоретически видимого, если держать женщине ноги рядом и ровно. Что само по себе фантастика. Вот колени и все. И Леша, наш товарищ пилот, стал бегать по салону. Ему срочно понадобилось жениться, но он не знал с чего начать. Мимика ног куда изощреннее, чем лицевая. Колени выразительнее глаз. Ставя в разные позиции, ими можно стесняться, дерзить, соглашаться на танец или ехать в Крым на черном джипе. Способов показать ногами, что болит голова, я знаю, восемь. И девять, что голова уже прошла. Глазами можно сказать «ты мерзавец», а коленями «ты мерзавец, но мне это нравится». Эти ноги провоцировали Лешу на безумство. Он подошел и сказал, что не уйдет, пока не узнает их телефон. И лучше не тянуть, потому что Боинг сам собой в Москве не сядет. И был такой он трогательный и весь такой летчик, что невозможно было что-то утаить. Лишь утром Леша смог поднять глаза до уровня хотя бы лица. Ему стало интересно, есть ли тут какой-нибудь нос или глаза. И он спросил взволнованно «Жанг, ты что ли?» Она сначала обиделась и хотела навек забыть об этой роковой ночи. Но у Лехи была такая форма пилота, которую трудно разлюбить вот так сразу. Чтобы вы знали, форма пилота – самый половой из вторичных половых признаков мужчины. В форме пилота больше феромонов, чем во всем остальном мужчине. Она – лицо мужчины и вместилище его души. И если бы не колени, женщинам нечего было бы нам противопоставить. От избытка верности жены моряков теряют разум. Один стармех ушел в рейс. На следующий день к его жене ввалился человек-жук из галактики номер 8 и убедил перекрасить жилище в сиреневый цвет. «Только так, – сказал жук, – можно спастись от желтых волн, которыми домоуправ сканирует мозг жильцов». И вот стармех возвращается, а вся квартира в волнующих фиолетовых разводах. Стены, мебель, телевизор и унитаз. Сейчас та женщина пьет отвар из личинок тибетской стрекозы, отгоняющей инопланетян. Ей лучше, но гостям запрещено приносить с собой малярные принадлежности. Потому что, сами представьте, муж ушел в Африку, а вы отлично выспались, у вас прическа за 300 долларов и такая свежая эпиляция, что можно мир спасти от Джонни Деппа вашей красотой. Но вы сидите и читаете кавку. Нет лучшего способа сбрендить, чем кавка вместо секса. Зато, боже мой, как изысканно борются со скукой рижские пенелопы. У местных таксистов есть легенда. Кто месяц не ругается матом, не подкручивает счетчик и возвращает забытые зонтики. К тому однажды сядут пассажирки Катя и Юля, 32 и 28 лет, голые под шубами. Их мужья черти где в плавании. И с этим надо что-то делать. Неизвестно, какие техники используют девчонки. Но после поездки с ними, самый металлический шофер по ночам кричит и зовет маму. А другие работники сферы услуг ему завидуют. Многие таксисты по ночам колесят себе в убыток. Мечтают встретить Катю и Юлю. Что характерно, дама никогда не тушит пожар два раза одним и тем же таксистом. Даже если он лицом Бандерас и обещает застрелиться потом из соображений конспирации. Потому что это уже измена. Другие женщины считают, надо приглашать не таксиста, а электрика. Тогда ничего страшного. В смысле, зарплаты электрик вообще не самец, какая с ним измена. Зато у него есть отвертка, чья длина достигает 20 сантиметров у некоторых электриков. Когда родной муж уплыл, в хозяйстве не хватает крепкой мужской отвертки. Электрик нашего Жека Сережа спит с женой капитана танкера. 9 месяцев в году. Потом собирает носки, бритву, садится в лифт и уезжает в загадочную даль. Через три месяца капитан уйдет в рейс и лифт привезет Сережу обратно. Не то, чтобы капитан был слепой дурак. Знаете ли, если выбирать между электриком и человеком-жуком с планеты веселых маляров, то неважно, чьи это сапоги 47-го размера стоят в прихожей. Женщина бы так не смогла. Она бы сразу догадалась. Тут кто-то ночевал. Какая-то электричка. Женщина чует измену потому, как необычно подъезжает к остановке автобус, по движению облаков и подозрительному кряканью ворон. По вороватой морде кота и перламутровой надписи 916-25-76-84 света на зеркале в ванной. Не бывает электриков, не оставляющих следов. Они же не привидения с отверткой. Но капитан улик не замечает. Это принципиальная позиция. Капитан, как и я, как многие дяди, дуреет от женских неверностей. Нет ничего ослепительной жены, у которой есть знакомый электрик. Или таксист. Или музыкант. Мужчина не способен бросить женщину, которая без него может. На такую можно орать. Ее хочется придушить, обозвать бессовестной дездемоной. Но бросить нельзя. Это я вот к чему. Не оставляйте женщину одну. Не давайте ей скучать. Иначе или она сойдет с ума, или вы. Машинист тепловоза Петров за свою карьеру зарезал 17 женщин. Он таскал поезд Рига-Москва. И теперь ненавидит Льва Толстого. Ригу-Москву любят нервические женщины, отдавшие всю себя, чтобы испортить жизнь другим. Они никогда не бросаются под товарняк, грязный и вонючий. Эстетика последнего закидона требует, чтобы поезд был летящим тихим красавцем. Рига-Москва очень подходит. Есть в нем что-то от артиста Ланового. Сволочь Толстой написал о женской любви правду. Если долго пить кровь родных и знакомых, они разбегаются. А когда никого уже не будоражат ваши изящные сумасбродства, делается грустно. Тут и приходит на помощь русская литература в лице Петрова на стремительном тепловозе. Чтоб все вздрогнули, как встарь. Женщина надевает что-нибудь развивающееся, идет на станцию и ждет Петрова с его прожектором во лбу. В советское время поезду Рига-Москва отдельно разрешали не останавливаться при столкновении с женщиной. Иначе он не мог никуда ехать. Сейчас Петров работает сантехником. Потому что сколько же можно. Жалко женщин. Они нужное и полезное устройство. Особенно, когда наорутся и проплачутся. Теперь они обильно звонят Петрову, обещают утонуть, если он не починит кран немедля. Большую часть времени Петров любит женщин наперекор их душевной организации. Но вчера признался, что мечтает положить свой телефон на рельсу. Чтобы всех сразу. Они же звонят и плачут. И перебивают сами себя. Ничего не понять. Потолок на них упал или небо целиком. Поэтому в алло любого сантехника слышна обреченность. И у меня тоже. Про природу. Я различаю пять видов грибов. Боровики, лисички, наверное сыроежка, похож на съедобный и точно поганка. Впитавшая от меня эти таинства ботаники Маша приготовила в лес три больших мешка. Лишнее мы раздарим, сказала она. Ей представлялось, грибы растут как картошка. Становись на колени и собирай. Реальный лес оказался суровым жмотом. Подобные веселым лосям мы проскакали ельничек, потом березняк. Нашли сыроежку и тут же раздавили в драке за авторские права. Маша ехала в лес с простой целью. Оставить страну без грибов. Аляля пришла переплюнуть Машу. Ей не важно даже сколько это выйдет в мешках. Так, главное в прогулке за грибами, считает Ляля, это победа. Ее план был таким. Надо бежать за Машей сзади и чуть сбоку. При виде добычи Маша взвизгнет, потому что девчонка. В этот момент можно прыгнуть и схватить. Все должно быть как в бейсболе. То есть, понимаете, шансов спастись у природы не было вообще. Мы пробегали по лесу долгих три минуты и поняли. Здесь грибов нет. То есть, их нет совсем нигде. Грибы – это миф. Его пересказывают друг другу психически неуравновешенные люди для поднятия самооценки. Например, мои приятели Бекназаров и Макеев здороваются так. Вчера 15 белых. А я в воскресенье 27 белых, а подберезовики не считал. А я в субботу 300 боровиков, но весь день ходил. Бекназаров, чтобы врать и не сбиваться, переходит на ведра. Он сетует, что собрал за август 14 ведер. Времени совсем не было, поэтому так мало. Со слов более творческого Макеева, у всей его родни давно закончились ведра, тазы и ванны. Я мечтаю однажды дослушать их беседу. Там в конце нависнет волнующий рассказ, как в голодную Африку шли эшелоны с маслятами. И Африка оказалась не в силах сожрать столько грибов. От слов «подарите баночку» оба смотрят в окно, увлеченно, будто там опять летит Гагарин. Так вот, ходим мы по лесу, в котором нет и никогда не было грибов. И сели на пень перекусить несложной едой грибника. Яйцо, помидорчик, курица и творожный торт всмятку. И тут мимо нас прошла тетя-призрак с огромным задом в фиолетовом трико. Она несла два ведра грибов. Чувство бессильной ненависти ко всему толстожопому охватило нас. Но мы не стали догонять и душить грибную фею, хоть и могли бы. За такое смирение Боженька подарил нам полянку. Там росла примерно тысяча никому не нужных волнушек. Людям в голову не приходит, что из волнушки выйдет отличная грусть. Нужна лишь кисточка и немного половой краски. Потом мы собрали еще всякой грибной мелочи, съедобной на вид. А потом впервые в жизни я нашел боровик. И целовал его в шляпку, потом в попку и иными еще способами терял с ним девственность. Соседка Лена сказала, незнакомые грибы надо варить с луком. Если лук посинеет, грибы отравлены. Если же останется белым, то лучше выбросить все вместе с кастрюлей, потому что вообще непонятно. Вечером буду это все готовить. Если тут появится пост о летающих зеленых собаках, значит у нас все хорошо, мы поужинали грибами и смотрим 3D мультики. А вы пока можете обменяться в комментах врагами, как за один раз нашли больше трех боровиков. Его жена, дочь майора ВВС. Ездил к Иванову. Болтали о мужской манере ведения хозяйства. Я считаю, она безупречна. Женщины убирают хаотично. Вдруг вскакивают, нелепо машут шваброй. Мужчина действует рационально и продуманно. Например, Иванову с утра стеклопакеты ставили, намусорили. Он взялся подмести, пока жена на работе. Иванов представил, как его Лена вернется и грохнется в обморок, так все будет сиять. И, конечно, поймет, на ком дом держится. Он согрел чаю, внимательно все спланировал. Первым делом следовало спрятать кота. Коты – источник беспорядка и мусорные параноики. В каждой куче им мерещится мышь. Дальше были крики, виск. Все как положено при ловле котов. Коты не переносят, чтобы их хватал огромный дядька. Может, они избегают встречать октябрь на балконе. А может, никто их не ловил, чтобы просто пожелать счастья. Обычно тычут мордой в преступлении. Если вы тоже считаете, что ловля котов не связана с уборкой, значит вы женщина. Я Иванова поддерживаю. Он сломал стул и пролил кровь, но победил. Накрыл животное одеялом и вынес. Потом достал пылесос. Он у Иванова прекрасный. На полной мощности отдирает паркет или даже асфальт. Иванов проверил исправность на пиджаке. Засосал из кармана мелочь. Разобрал пылесос, выгреб мелочь. Увидел, что фильтр не идеален. Побежал в магазин за новым. Купил шоколад, помидоры в копченую курицу. Фильтров не было. Вернулся, допил чай. Вспомнил про кота. Пошел спросить, как жизнь. Но животное сбежало. Ушло бродить по балконам, все в слезах. Кота зовут Юрий. И звать его бесполезно. Когда кричишь Юра, Юра, отзывается, кто попало. Розыск котов выливается в утомительную перебранку. Иванов осмотрел окрестности молча. Настроение ухудшилось. Теперь о соседях Иванова. Милые латышские пенсионеры. У них везде в вазочке, салфетке, на балконе кожаные кресла. Вечерами они пьют чай, глядя на закат. Зачем нужно гадить им в кресло на прощание, никто не знает. Кот так поступает всякий раз, когда уходит навсегда. Каждые полгода. Какие-то детские травмы испортили ему психику. Иванов не может объяснить. Когда он повстречал кота, оба были уже не дети. Теперь кот Юра известен как первое в Латвии животное русский националист. Опасно перегнувшись через перила, Иванов заглянул к соседям. В креслах лежали предпосылки к этническому конфликту. Автора нигде не было. Иванов взял мыло, тряпку, пошел к соседям. Никто не открыл. Иванов пацифист и миротворец, но не такой, чтобы прыгать по балкону. Он стал бороться за мир четырехметровой удочкой. Привязал к леске удавку, скотч, чехол от мобильника. Ничто не помогло. Пришлось смахнуть улики на пол, докатить до щели в полу, куда все и провалилось, с глаз долой. Вечерело, пошел дождь. Мастера по стеклопакетам поставили отлив чудесным образом. Дождь стал затекать Иванову в чай, который внутри квартиры. Иванов опять побежал в магазин за герметиком. Пока бегал, дождь по потолку проложил ручеек в комнату. Телевизор пыхнул адским дымом и погасил свет. Закат мира приближался. Иванов зажег свечи и сказал, «Ай, идите вы в крыжополь со своим порядком!» И сел писать стихи. В его потрясающих по накалу ямбах блистали такие красивые рифмы, как «не в дугу курагу», «в жопу антилопу» и «изнемог больше не мог». Вернулась жена Лена. В квартире темно, грязь болотная, стул сломан, с потолка течет. Телевизор воняет, как вулкан. Кот сбежал. На комоде горят свечи, Иванов пишет стихи. Если вам понадобится однажды повернуть вспять коней апокалипсиса, возьмите дочь майора ВВС, намусорьте ей в гостиной и залейте сверху водой. Вы удивитесь, насколько близ сидящие мужчины лучше женщин готовят, стирают и моют пол. А если запрячь в телегу, как быстро бегут? Известный психотерапевт Хеллингер советовал не копить раздражения. Претензии по Хеллингеру говорятся мягко, обоснованно. Нужно подчеркивать важность каждого пункта. Лена так и поступила. Она взяла твердую на вид сковороду и мягко спросила, в каком возрасте Иванову хотелось бы умереть. И подчеркнула важность вопроса, сделав несколько шагов в сторону предполагаемой жертвы. В следующие полчаса Иванов устранил течь, вкрутил пробки, выгреб мусор, вытер пол и принес с улицы кота. Чужого, но кому это интересно, когда речь идет о любви к жене. Потом они вместе жарили сырники и многозначительно друг другу улыбались. Я вернулся от Иванова вдохновленный. Собрал и вынес на помойку шесть мешков мусора и еще две печатных машинки «Ятрани, Москва». И некому было меня похвалить сырниками. Позвонил Дашке, она ответила «Привет, Ленка». И сказала, что смотрит психологический сериал, потом перезвонит. Ни черта не разбирается в мужчинах. Цитировать стихи Иванова здесь не стану. Слишком много в них интимных подробностей о жизни мужчин и пылесосов. Воскресенье. Катя. Позвонила девушка из телевизора. Катя. Судя по голосу, фигура отличная. Расскажите о творческом пути. Наши зрители жаждут знать подробности внутреннего мира сантехников. Каждый взрослый дядя мечтает поймать себе отдельную Катю и усадить ее слушать про творческие муки. И еще о том, как всю молодость потратил, спасая котяточек из-под КамАЗа. Мы встретились в старом городе. Катя слушала меня, как селянка трофейное радио. Очень внимательно. Оператор Володя следил, чтобы волнующий мой рассказ не зарос песнями и танцами. Все-таки я блогер, а не индийское кино. Он указывал, где медленно ходить, куда медленно смотреть, и что Катю не хватать, а на собственность телекомпании. Мы говорили о котах, плевали с моста и весело грозили Володе, что продадим бомжам его коробки. Потом поехали к шпицам на дачу. За осень шпицы срослись в одну огромную овчарку. По сценарию собачка меня помнила и должна была радоваться встрече. На деле хотела бы сожрать прямо сквозь забор, очень эмоциональная. Потом Катя придумала снимать мои отношения с грибами. Как и в прошлый раз, лес был пуст. Никто не догадался накидать в него грибов. Зато оператор вступил в каку. Выковырять из ботинка на охотку не получалось. Если эту личинку отложили гномики, сказал тихооператор, то очень крупные и липкие гномики. Ему хотелось отрезать ботинок вместе с ногой, но было нечем. Остаток дня мы не закрывали в машине окон и шутили о дарах природы. Еще заскочили к арабским террористам. Посмотрели знаменитый унитаз с лицом на север и православную стиральную машину, которая лупит током только магометан и атеистов. Все вышло очень мило. Я гордился новым свитером, оператор Володя почти простил лесных жителей. Катя много смеялась, с погодой повезло. А вчера звонит приятель из Москвы. Он хотел увидеть меня в телевизоре и не смог. То есть передача была «Я в нее не поместился». Показали сильно пьющего писателя из Эстонии. Потом скинхеда «Славу Дацико», который и шизофреник и чемпион мира по боям без правил одновременно. В третьем сюжете фиолетовая женщина летала по ночам с Наполеоном, а иногда сама становилась с Наполеоном. Общий смысл интернет полон неприятных маньяков. Сюжет обо мне покажут через неделю в этой же рубрике. Скорее уведите ваших детей от наших голубых экранов. Теперь волнуюсь. Вспомнил все свои трещинки, слова паразиты и как прямо в кадре уронил на штаны огурец. Непонятно как жить дальше. Стремительно теряю интерес к женщинам, чье имя на Ка. За утешением сходил в Мханет. Нашел себя. Почему-то в списке журналистов. Зато на втором месте сразу после Быкова. Послушайте, вдруг кому не влом проголосуйте. Может Катя одумается и покажет меня пусть дурным, но хотя бы не агрессивным. Там на входе дают 50 рублей. Пропить их невозможно, только голосовать. Заодно узнаем, что станут врать у строители, лишь бы зажать выигрыш. Если лень, тогда для вас поет Изабель Жифруа Монплезир. За нее дерет горло в подворотнях. Бесподобно. Борхес. Кот украл сосиску и душит где-то под кроватью. Судя по грохоту, добыча ловко сопротивляется. 5 утра. Содержание мышиного мяса в сосиске огромно. Кот поет ритуальные песни счастья. Спать невозможно. Давайте поговорим о чем-нибудь диетическом. Например, вам приходилось убивать карпа из любви к женщине. И что бы вы выбрали? Первое. Пусть этот карп живет, а потом одиночество в постели. Или второе. Умри во имя нашей страсти и на ужин полный рот колючек. Она подводит меня к аквариуму и говорит. Ну вот, ты выбери, а я схожу за овощами. В аквариуме толстые смешные рыбы. Дети бегают с ними общаться, когда остальной магазин уже надоел. Карп похож на нашего дворника, такой же задумчивый и шевелит губами. Этот дворник Виталик однажды чистил снег лопатой и заодно обмахнул несколько машин, забытых до весны. И когда в марте на лакированных крышах проступили ржавые борозды, даже тогда его не убили. Такой у него доверчивый взгляд и смешной животик. И мне проще организовать убийство продавца. Я готов с оружием защищать Виталиков, хлопающих ртом в аквариуме. У Борхеса есть история об этом. Представьте Аргентину времен немого кино. Шестеро полицейских окружили дом. Засевший в доме бандит так храбро отстреливался, что лейтенант приказал прекратить огонь. Сам встал и перешел на сторону бандита. Вошел в дом, улегся рядом и крикнул подчиненным. продолжилось. Однажды Даша сама покупала рыбу. Магазин дал гарантию, что покупка не будет скакать по кухне с дикими глазами, а спокойно ляжет и пожарится. Если что успокоил магазин, приносите назад, мы его добьем. Но женское сердце сомневалось. На всякий случай Даша кольнула еду вилкой. И вот покойник открывает глаза и ну метаться. Даша треснула его поварешкой в живот. Кар похнул, но не умер. Три следующих дня он жил в ванной. Приезжал к нему ветеринар. Сказал, что карп здоров, его можно есть. Признаться, что это домашняя любимец, а не обед, она не смогла. Так и выпустила в западную двину. Рядом с аквариумом продается охлажденная треска, специально для неврастенников. По виду треска погибла от бензопилы и не собирается буянить. Но треска вместо карпа это поражение. И я купил творожный торт. У торта масса преимуществ. Его не нужно бить в лоб перед обедом. Мы встретились в овощном отделе. Даша с помидорами, я с тортом. Начинаю оправдываться. Рассказал про Борхеса, про Виталика и про треску. Все равно чувствую, спать сегодня будет холодно и одиноко. Она такая, я всегда знала, что ты не изверг. Молодец. И мы пошли купили сосисок. Кот украл одну с вечера, теперь урчит и сотрясает мебель. Шесть утра, через час вставать. Жираф. Лялю водили в школу знакомиться. Я думал, ей откроются тайны впадения Волги в Каспийское море, или что шестью семь это довольно много. Я ждал свежих данных о числе материков. Рассказывает, на переменах Павлик показал Писю, хочешь нарисую. Обидно, из всех сокровищ школьной программы Ляля запомнила лишь стручок малолетнего негодяя. В Ляляных рисунках такая экспрессия, что я сказал, лучше нарисуй жирафа, Писю я уже видел. Они встречаются часто и не только как аллегория крупных неприятностей, а жирафы редко. Вот недавно выбирался из Москвы. До поезда час и неожиданно упал снег. Весь. И дружные шоферы перестали ехать, чтобы скорее написать в Яндекс веселые письма про декабрь и правительство. Так вот, это была именно Пися. Перепутать невозможно. Не хочу еще раз такое пережить. Поэтому сказал я нарисуй жирафа. Ляля нарисовала двух жирафов. Один тревожно смотрит вдаль, второй головой на пять часов присел и ест траву. Я говорю, Ляля, жирафы не жрут траву, только веточки. Ляля говорит, здесь только один жираф, второй это Пися. И подписала, чтобы никто не путал. Я не ожидал от жирафов такой подлости. Зато понятно, чем они завораживают женщин. Даже поникший жираф для девчонок все равно жираф. Каждая читала Гумилева и чуть что садится плакать, колени обняв. Еще одна знакомая до сих пор уверяет, будто это мифическое животное, как единорог, василиск и грифон. Походы в зоопарк ничему ее не научили. В субботу опять буду в Москве. Кто захочет, тому нарисую в книжке что-нибудь мифическое. Приходить в шесть вечера в ресторан клуб Демократия. Выпьем кофе, перетрем о знакомых стручках. Если есть несложные вопросы про Волгу или про Шестью Семь, расскажу что знаю. Сходил на утренник. Трезвый Дед Мороз это позор и неуважение к детям. Жалкое зрелище. Безответственно являться в таком виде на праздник. Год назад приходил пьяным, подарил малышам вулкан юмора и счастья. Наступал на ноги, рассказывал ужасные анекдоты. Ущипнул заведующую. Под глазом фингал, малыши его боялись и любили одновременно. А в этом году какой-то накрахмальный пельмень. Провалил мероприятие, бородатый робот. Чего-то кричал на елочку, никто ему не верил. Был туп и незлоблив, но вы же понимаете, этого мало. Новогоднее волшебство начинается с 300 граммов коньяка, а не из бороды и валенок. Дети развлекались сами. Показали новогоднюю сюиту, быт животных средней полосы. Снежинка и эльф возглавили фауну, искали снегурочку, которая где-то там завязла. Неожиданно белки подрались муляжами орехов. Меньшая треснула большую в лоб. В процессе репетиций в ней скопилось раздражение. На агрессивное животное зашипели надзирающие органы. Ушибленная решила, что сила добра на ее стороне и ответила орехом за орех. Муляжи были размером с дыню, но легкие. От драки звук получался, будто лошади скачут. Грозунов растащили по углам. Настроение зрителей улучшилось. Потом волк. По старинной традиции это самый картавый мальчик. Вместо рыка он может лишь горестное родители опять улыбались и хлопали. Вручали подарки. Все шло ровно пока не пришел заяц. Прочитал что-то унылое. Получил пакет сластей, нашел глазами мать и с воем как сбитый мессершмитт стал пикировать в ее сторону. Добежал, упал в колени. Было удивительно, как такой некрупный еще заяц может вылить столько слез. Всего через секунду мать впор было развешивать в сушильном шкафу, где варежки висят. Косой хотел машину, о чем уведомил Мороза письменно в октябре. А выдали конфеты, стало ясно надули зайца. Детство кончилось внезапно и трагически. Мама принялась шептать, что этот Дед Мороз поддельный и из муниципалитета. Настоящий прилетит ночью на бровях и сядет на крышу. Он будет кривей коромысла с хрустальными глазами в зюзю в хлам в сосиску черней государевой шляпы. Ввалится и сунет под елку лучший из подарков. И вы знаете, все сбылось. В новогоднюю ночь над моей квартирой кто-то сломал крышу и теперь в ванной с потолка капает снег. И еще он подарил японские часы, красивый ремень, ведро сельдей в шубе и уже початый одеколон. То есть точно был точно пьяный и главное он меня помнит. Давайте и вы что ли хвастайтесь подарками. Я капчу отключу. Про любовь в интернете. Я женщина порядочная, поэтому в карманах пальто у меня всегда полно окурков. Мне иногда кажется меня заслали на землю с тайной миссией рвать, уничтожать, уничтожать, уничтожать колготки. Обидно за вас отасьяну. Стал бы он так горячиться, если знал, что его будущая аудитория теоретики в пубертате. Я связалась с мужчиной, он пахнет моим счастьем. Из-за этого мужчины я бываю то счастлива, то несчастна, но все равно иду на запах. Я читала, если пьешь красное вино, радионуклеиды погибают. Очень страшной показалась минувшая ночь моим радионуклеидам. У коллеги аллергия на два продукта питания, на вино и шоколад. Ей это ничего, раз она считает их продуктами питания. Когда бабушке было 80, девочки, ровесницы, подружки, подучили ее тонировать седину. Бабушка не справилась с концентрацией и стала как мальвина с голубыми волосами. Ей это очень шло. Дедушка занервничал и стал интересоваться, по-прежнему ли можно купить в магазинах фиксатуар для укладки. Бабушка польщенно смеялась и называла его стервец. Только что мне под окна упал с неба пластмассовый стул и две банки из-под пива. Можно, конечно, представить, они летели не с неба, а с 14 этажа. Там у нас живет наркоман. Точно, свалю все на наркомана. Буду думать, что это и снег. Это был самый чудесный блок моей юности. Я тогда еще не знал, если женщина мыслит как ребенок, скорее всего, в ее жизни уже отгрохотали три мужа и сто любовников. Конечно, я влюбился. Мне казалось, она выглядит примерно так. И я не хотел думать, что все это пишет лысый мужчина. Он сидит в трусах на кухне, пишет и хохочет. Как иногда я сам ночами. В той своей страсти я был безжалостен. Я обрушил ей на голову тысячи подвигов и мешок интригующих писем. Это была настоящая любовь с применением интернета. Так считал я, поскольку не знал еще про волшебный портал стихии ру. Там жестокие люди дарят друг другу поэзию. Ужасное место. Со стороны они все прохладны, как медузы, но внутри у них кипит и клокочет. Поэты каждый час помирают, но тут же воскресают для новых связей. Доны Хуаны и Отелло, и Джульетты по женской линии. Например, поэт Петров влюбился в девушку Леру, прямо на глазах у других пользователей. Как поэт, он был хороший человек, но как мужчина оставался несколько женат. Лера целый месяц ждала от него решений по поводу этой неприятной к холостому композитору с другого сайта. Петров уже посвятила утешительный сонет. Так Петров узнал, что он милый и обязательно влюбится еще потом. Он преподавал в школе какую-то ахинею под видом биологии. Как педагог, Петров представлял собой огромный дымный шлейф плачущих женщин. И вдруг Лера ушла. Петров не скрывал, что расстроен. Его лёстких ямбах он обличал Лериной глаза, пальцы и походку. Если выражать языком математики выходило «глаза плюс пальцы плюс походка равно жестокий обман». Так Петров узнал, упреками женщину не вернешь, им совесть в любви вообще не указка. Тогда он спланировал вызвать ревность. От лица выдуманной поэтессы Светланы стал писать себе дифирамбы. Светлана получилась сексуально голодная. Всего вспоминала какую-то ночь. Петров отвечал ей, то есть себе, многозначительно, что да, было неплохо, особенно на кухонном столе. Такой роскошный пиар дал побочный эффект. На Петрова залипла совершенно лишняя поэт Ковалева, математичка из его же школы. Она посвятила Петрову цикл игривых куплетов «Приди и содрогнись». Петров погряз в переписке. Он кокетничал за себя, за Светлану и еще отбивался от Ковалевой. Триста петровских подписчиков замерли в ожидании развязки. От напряжения куртуазный Петров стал путать женские и мужские глаголы. Леру заинтересовал этот гендерный полиморфизм. Поскольку она была умной, а Петров всего лишь красивым, Лера взломала его страницу. Никогда, никогда не берите в пароли слово пароль. И выложила иронический стих о природе отношений поэта с самим собой. Стих призывал Петрова и Светлану скорее уже переходить от поэзии к ощупыванию. Тем более, что в любви к самому себе Петрову даже контрацепция не понадобится, а только гибкость. Если на каком-то этапе его заклинит, стих обещал потом всем народом разогнуть поэта. Приходит Петров, видит ужасный пасквиль. Конечно, ему захотелось мести. В тот миг он бы с удовольствием задушил десяток другой начинающих женских поэтов, если б только повстречал. Он проверил посетителей, нашел среди них Ковалеву и понял, это она. Сейчас пойду и убью ее линейкой три раза подряд, сказал Петров ученикам. Ковалева была не в курсе своих поступков. Вдруг ей звонит Петров и глухим голосом зовет в учительскую. Ну, наконец-то, оживилась Ковалева и полетела скорее в сторону счастья, предвкушая встречу прямо на столе, где бумажные простыни с расписанием уроков и графиками роста успеваемости. Боже мой, мечтала она, сбивая на бегу некрупных учеников, завтра вся школа будет смотреть на эти графики, может быть, со следами нашей страсти. И вот они сошлись. «Послушай, Ковалева», сказал Петров, прежде чем порвать эту пергидрольную кучу на тысячу разноцветных тряпочек. «Ах, молчи, молчи», крикнула женщина и крепко-крепко к нему присосалась и сдавила Петрову уши с такой силой, что ему показалось ногами. Хорошо зафиксированный мужчина очень покладист в любви. Даже если Петров не планировал целоваться, Ковалева этого не заметила. Через восемь секунд бесполезной борьбы он решил, а что, на ощупь Ковалева была приятнее, чем Ким Бейсенджер в плейбое его детства. Ну и вот, мне тоже обязательно нужно кого-то любить, особенно в январе, а то не пишется. Как Даша сдавала квартиру. Даша сдает двушку в колониальном стиле. Ковры, занавески, золотой унитаз, бассейн с пузырьками. Советский кинематограф утверждал, именно так выглядит дворец Падишаха. Восточные люди в восторге. Сначала у Даши жили сирийцы, улыбчивые, тихие торговцы оружием. Стиралка била их током, люстра роняла на них плафоны. Очень метко, кстати, попадала в макушку. Они все равно улыбались и хотели еще снимать. Потом вселился холостой китаец. Он был ниндзя. Агрессивная мебель его не замечала. Даже собака на него не лаяла. Не человек, а мышь какой-то. Китаец съехал. Вернулись арабы. Они туда-сюда возят свои боеприпасы из Сирии. После них поселились две студентки. Даша меня к ним не пускала, на случай, если вдруг я бабник. По степени разрушений как раз они оказались шахидками в третьем поколении. Крушили все. Жили будто завтра не наступят. Отломали у стола ножку, у душа дверцу. Судя по расходу воды, они купали своих боевых коней или слонов. Дарья неделю оттирала следы удачной сделки со студентками. Опять дала объявление и сразу позвонил клиент с акцентом. И прибежал, принес залог. С ее слов пламенный черкес, как у Лермонтова. Черный весь с огромным носом. С ним были друзья, тоже черкесы. Даша звонит мне, говорит, нужен мужчина на вечер, я выбрала тебя. Так вот, никогда не радуйтесь, если женщина приглашает вас в гости как мужчину. Скорее всего, придется носить железное пианино голыми руками. Пианино отличается от боевого слона тем, что его не надо мыть, а весит оно даже больше, потому что ходить не умеет. Это еще не все, сказала Даша, когда я почти родил детей от пианино. Ты и дальше будешь мне нужен. Так вот, не радуйтесь, если после пианино женщина настойчиво продолжает видеть в вас мужчину. Даша говорит, скоро придут клиенты, они должны видеть, что у меня есть муж. Будешь моим мужем. С пол девятого до девяти. Это она, конечно, польстила. Вряд ли я столько выстою против трех земли руками. Но мужчины это такие люди, если надо пойти и погибнуть, они идут и гибнут ради женщины. По крайней мере, будут ныть весь вечер так, будто впрямь помирают. В этот вечер, уходя из дома навсегда, я выключил свет, перекрыл газ и поцеловал кота. Мое будущее казалось мне очень непродолжительным. И вот пришел. У пианино на пузике нашлись колесики. Главное вовремя его затормозить. Оно все норовит разогнаться и проломить проход к соседям. В общем обошлось, перетащили. Сели ждать угрозу с юга. Ровно в половине девятого прибыли темные силы. Открываем дверь. Там такой маленький худенький. Глаза добрые. Зовут Арсен Тиранян, что в переводе с армянского значит абрикосовый. Зубной врач. Уж как я ему обрадовался. Все таки они наши братья во Христе. Пока Даша писала договор, я все тряс его руку. Хотел обнять, но сдержался. Все таки мы латыши не должны пугать этих тихих южан своим темпераментом. Удивленный приемом я принес ему чаю. Арсен рассказал, что живет с родителями жены. Жена тоже врач. Решили лучше пожить родители купили квартиру в рассрочку. Процент огромный. Живут рядом, в хозяйстве есть также гараж. В семье никто не курит, котов не разводят. Армянский спутник транслирует ТВ, он поставит на балконе тарелку, если можно. Конечно, я разрешил просверлить в Дашиной квартире немножко дырочек. Человек-то хороший, почти русский. Потом Даша оттащил меня от клиента. Сказала, я должен был не любить его, а показать, что в доме есть мужик, если что. И мы пошли в ресторан обмывать а. Сделку, б. Мое возвращение в жизнь, в. Просто есть хотелось. Даша говорит, странно, сегодня он такой симпатичный, а вчера был весь черный, носатый и втроем. Это что, когда мы только познакомились, Даша меня считала коварным деспотом и Дон-Жуаном. Три месяца не пускала себя поцеловать, а потом сразу укусила без предупреждений. Все-таки девчонки ужасные трусихи. О нелинейных функциях. Когда женщине 8 лет, математика понимается душой. За числом 40 уже бесконечность. Мировая история кажется беспорядочной горой принцесс, пиратов, человеко-обезьян и дохлых динозавров. Маше рассказали про Джордана, гелиоцентризм и что ведьмы были красивыми женщинами с дурным характером. И вот она спрашивает «Бабушка, а как тебе удалось избежать казни во времена Инквизиции?» Все стали шумно поздравлять бабушку «В свои с дурным предварительно пописать, то 30 и 4 десятых». Я купил весы, с ними время летит незаметно. Одна знакомая девочка пришла в гости, мальчики сели играть в компьютер, а ей дали весы и шоколадку. Через три часа она была так измождена внутренней борьбой, даже разговаривать не хотела. Так вот, я купил весы. В первый же день они оскорбили всю семью. Всех по очереди назвали толстой коровой. Собирают же китайцы такую гадость. И чем меньше я ем, тем они наглее врут. Например, вчера бросили в лицо цифру 88. И это после того, как я весь вечер не ел пиццу. А все ели, и теперь у меня невроз. Но я тоже научусь считать душой. После цифры 90 будут неопределенные значения. Я большой, я большой и удобный, я красивый как дворец. Найдите себя в телевизоре. Я представлял. Наша встреча произойдет в книжном магазине. Будет много света, придет человек 10, встанем говорить о Габриэле Данунцио, выпьем коньяка, все будут милы и морально опрятны. В реальной жизни меня напоили чаем до состояния аквариума и долго тащили сквозь сугробы. Привели в черные катакомбы, опять поили чаем. Принимающая сторона надеялась, я лопну и будет смешно. Или раздуюсь хотя бы. А я ни то ни сё, все даже расстроились. С самой встречи помню Марту и еще девушку в полосатой рубашке. Ее зовут Оксана, она юрист. Ей очень обрадовалась понаехавшее телевидение. Оператор иногда переводил камеру с Оксаны на меня, но внутрь не плевался, конечно. Монтажер был не прочь склеить весь сюжет из ямок на ее щеках. Мне самому хотелось спросить у Оксаны какие-нибудь юридические тонкости как можно подробней, но вечер назывался «Подпись книг», а не Оксана в полосатой рубашке. Поэтому смотрите, что есть. Начинайте с третьей минуты, где оператор уже снимает, что хочет, а не мой унылый бред. Всех обнимаю целую. Было здорово. И о погоде. У нас в заливе 14 судов вмерзли в лед. Самый толстый латышский ледокол называется «Ворона». Конечно, он ничего не успевает с таким названием. Матросы гуляют по льду на берег, покупают водку. Пограничников вдвое больше, чем ледоколов. Оба они хотели бы поймать немножко моряков с водкой, но пока не саду весну приманивают языческими методами. Мне прислали записку. Уважаемый папа Ляли, в понедельник состоится масленица. Просьба надеть белые чешки, блузку и гольфы. Возьмите еще пять блинов и варенья. Я представил, как приду одетым в белые чешки, гольфы, блины и варенья. Тот детям будет радость. Воспитательницу зовут Ева. Симпатичная латышка. Тексты сочиняла как могла, потом прилежно перевела на русский. Написала 14 записок по числу детей. В соседней группе релиз готовила украинка. Указ пригвоздила к двери один на всех. Текст получился раздольный. В понедельник утренник всем прийти нарядными, дети будут есть, что сами принесут. Обратите внимание, в 14 раз меньше писанины, а еды будет в три раза больше. В прошлом году жгли чучело зимы. Дворник Сережа сплел его из старых метел и покрышки. Дети получились черные причерные, зато масленица. В этом году аутодофене состоится, холод жуткий. Корабли вмерзли, матросы пьют, коровы не обеспечивают нужных темпов глобального потепления. Если к среде не наладится, уеду в теплые колонии. Буду по вечерам играть джаз в ресторане для белых женщин. А днем мы с друзьями музыкантами станем свергать ненавистные режимы. У них там такой климат, что заняться больше и нечем. Все женщины делают это. Романтический идеал мужчины это Август, Сеновал и Мисс Алабама. Каждый мечтает познакомиться с красивой женщиной, чтобы извалять ее в пыре, клевере и прочем гербаре. И украсть ей волосы соломой. Так велят нам мужские представления о нежности. Закончив цикл ухаживаний, мужчина теряет способность мечтать до следующего гормонального всплеска. Эротические фантазии женщин вы удивитесь, вообще не связаны с Сеновалом. Женщины не любят, когда их толкут в темном амбаре, где пыль и насекомые. К тому же девичья голова на Сеновале фатально принимает форму Сеновала. Это удивительный и гадкий феномен. Зато они с радостью посещают квартиры холостяков. Особенно те, где порядок и простор. Не за тем, чтобы выжить зайчика из избушки. Всякое бывает, но чаще за другим. Ими движет романтический интерес к мужским рубашкам. Таковую следует надеть поверх трусов и сверкать туда-сюда. Это старинная эротическая традиция. Нет лучшего подарка для дикого мужчины, чем скакать в его сорочке по его жилищу. Девчонки знают, чего хотят. Когда застегнув воротник на груди, она пробегает мимо вас по важным делам, не полюбить ее невозможно. Многие не носят каблуков или узких платьев или шляп, но рубашку пять размеров больше своего носят все. Сначала девушка прячется в душ, мурлычет там и плещется. Потом выходит и взглядом как бы просит прощения за излишне открытые ноги. Она бы и рада одеться скромнее, но пижама в маленькую зеленую собачку осталась дома. И теперь она измученная неловкостью жертва обстоятельств с неуместно красивыми ногами. И сразу видно, какая она беззащитная и какие синие у нее глаза. Еще можно намотать на голову полотенце. Со стороны будет казаться полотенце вот-вот перевесит и вся фигура упадет. Пусть всем будет тревожно за ее зыбкий силуэт. С полотенцем можно прийти на кухню, усесться, поджать ноги так, чтобы колени были видны отовсюду и просто пить чай. И если хозяин до ночи не соберется подарить ей Млечный Путь, значит он или в обмороке или сама женщина. Если девушка просит у вас сорочку, это высшее доверие. И в ближайшие 2-3 года возможно в вашей жизни наступит август с сеновалом. Жители Тробрянских островов вместо прелюдии обгрызают ресницы партнера. Племя Сиранио приветствует поедание волосяных паразитов. Якобы это возбуждает. В Корее колет иглой корень одноглазого змея. В Африке садятся попой на муравейник. В Микронезии даже не хочу говорить зачем им муравьи. Страшно подумать на что приходится идти народом когда мужчина не может одолжить даме рубашку. Одноклассник Ваня рассказал у него есть батистовая сорочка с надписью Sosa Solo куплена с рук в Париже. На груди помидорное пятно. Он 5 лет хранил ее в отдельном месте в центре шкафа. Все мечтал его Настя вернется и выйдет из душа в Sosa Solo как когда-то раньше. От одиночества он раскладывал рубашку на диване подходил и гладил такой романтический идиот и все знакомые женского пола со всеми своими сисями проигрывали мятой тряпочке в шкафу. Ваня никому не давал ее носить. Но однажды встретилась хозяйственная Рая. Она постирала Sosa Solo и надела. Настоящий батист для ночнушки идеально. В голове у Вани случилась путаница и наложение образов. Он бы наорал на раю, но не смог в присутствии Sosa Solo. Как потом показала жизнь, кто у него в Sosa Solo, тот и есть любимая женщина. Я когда узнал, поклялся не занимать у Вани одежду. Вдруг это окажется папин пиджак и придется Ваню усыновлять. А раньше еще у него была света и совсем неизвестно, что она носила из его запасов. У меня самого есть итальянская рубашка под запонки, но я вам о ней ничего не скажу. посвящается губе. Мой знакомый ходил на танкере с тарпомом. Мог себе позволить дорогие излишества. Например, его жена сразу была и красива, и со скверным характером. Большинство мужчин лишь мечтают о такой роскоши. Знакомого зовут Карлес. В 30 лет он женился на полупрозрачной девушке по имени Мария. У нее были тонкие пальцы и такие большие кольца в ушах, что сопротивление бесполезно. По папе она была княжна, а по маме полячка. Пять лет они жили счастливо. Купили дом в дальней Юрмале, он дарил ей аленькие цветочки, она ему оттопыренную губу. Вообще нижняя женская губа очень важный орган, с широкими возможностями для самовыражения. Я расскажу вам, как обижаются латвийские женщины. У нас их водится три типа. По побережью с севера пришли рыбачки. Невысокие, бойкие. У них монгольские глаза и крепкие ноги. В любви они самоотвержены. Долго не сердятся и губу не оттопыривают. Чтобы выразить эмоции, считают они, лучше всего подходит сковородка. Выйдя замуж, варят тыквенный суп и честно носят на себе своих алкоголиков. Очень надежные и искренние. С юго-востока прибыли рослые плавные красавицы диванного типа. У них белая кожа, робкий характер и невыносимые матери. К пенсии они плевком убивают коня. В молодости же садятся и плачут. Потом долго смотрят в зеркало на распухший нос. Один нетрезвый генетик утверждал, все они дочери запретной любви петровских драгун к лошадям петровских драгун. Конечно он врал. Их печальные глаза и удлиненные лица произошли от дождливого климата. Наконец самые головокружительные девки выбрались из моря на западе. Больше уже неоткуда. Они пришли сражать принцев своим чудесным характером. Разумеется принцы быстро вымерли. Теперь русалки сводят с ума кого попало. Светлоглазые невесомые они разрушают волю лишь хлопнув ресницами. Их приятно носить на руках. С ними последний задохлик чувствует себя Кинг-Конгом. И вовсе они не безголосые. Любой ухажер при них трещит как юный Геббельс слов не вставить. Обычно звучит героическая сага о пьяном мордобое. В ней полно междометий и в конце все непременно упали. А рассказчик даже не вспотел. Поэтому русалки невеликого мнения о мужском уме. И они-то лучшие в мире Одной лишь губой маленькая женщина выражает сотни оттенков недовольства. В диапазоне от какой-то нелепой в этих джинсах до я поняла эти розы отравлены. На их беду средний мужчина туповат. По эмоциональной чуткости он близок к хомякам и дафниям. Известны 700 видов женских слез. И на все это великолепие мужчина реагирует единственной фразой ну че ты кать. Деспоты Африки селят своих жен в отдельных кухнях. Никто не видит как они там себе дуются. Целые пласты искусства пропадают. Арабские антропологи даже описывают женщину как неуклюжего человечка в платке вообще не способного обижаться. Эстонцы напротив считают обиду нормальным состоянием. При усилении шторма они раскрывают газету и ждут улучшения погоды. Пять лет такой жизни делают мужчину викингам. Он обучается презирать смерть и впоследствии может захватить много приличных стран. Так вот на пятую годовщину брака Карлес придумал сделать плов настоящей по секретной узбекской методике. Его Мария никогда не готовила жирных восточных блюд. Карлесу показалось она обрадуется. Он сравнил 50 рецептов. Купил казан. Купил курдючное сало и правильный рис. Рис следует варить в льняном мешке. Он купил ткань, сшил мешок, учел сотни тонкостей. Но женщины не считают сюрпризом желтые комья риса в черной кастрюле. Колечко с топазом куда неожиданнее и приятнее уверены они. Мария взяла себя в руки и попробовала подарок. Целых две секунды держала себя в руках. Потом призналась, что плов говно. Карлес неделю это блюдо планировал и три дня готовил. Вложил душу и килограмм изюма сверху. Он сказал ей дура. Мария выдвинула губу на 13 миллиметров, что означало враги навсегда. Выбежала, села в джип и уехала. Долго приходила в себя в крупном торговом центре. Потом нашла такой шарфик, что подумала ничего. Он все-таки старался. Смешно ждать от мужчины изящества. Дерево оно и есть дерево. Вернулась домой. А дома пятеро его друзей уже пьяные жрут проклятый плов, смеются гадкими голосами. Другая бы стала мстить, налила бы им всем за шиворот столярного клея. Позвонила бы противной мужниной маме, сказала у сына кариес, а он не хочет лечить. Мама бы приехала и две недели пломбировала Карлису его моряцкий мозг. Да, мало ли чего. У расстроенной женщины фантазия шире возможностей Бога. Но месть удовольствие низких людей. Благородные натуры это остро чувствуют. Она обрызгала компанию слезами, схватила запасные трусы и уехала к подруге на неделю. В некоторых обстоятельствах это почти вечность. Женское сердце нелогично, глупо и прекрасно. Можно воспеть глаза, колени, шею. Все, что знает о ней анатомический атлас, все волшебно. Если только она не забывает, как коварны бывают сладкие булочки. Но колени с годами обвиснут, глаза выцветут и только сердце остается шелковым. Оно может простить дракона, сожравшего деревню, потому что зверек хотел кушать. С мужем трудней. У мужа нет смешного хвостика и белых лапок. Жалеть прощать его почти не за что. И все-таки Маша заехала посмотреть, как он там. Карлис сидел трезвый, причесанные руки на коленях. Пол выметен. По грустному лицу было видно, что раскаивается. Маша решила дать ему шанс. Она спросила. Я видел, ты звонил. Ты хотел что-то сказать? А он? Да, я хотел спросить, куда ты положила патроны? Мы с мужиками идем на кабана, я весь дом облазил. То есть он ничего не понял? Мария показала ему выражение лица, горькая усмешка номер семь прощальная. И ушла. Он мямлил вслед про любовь и одиночество, но было поздно. В тот же вечер она уехала навсегда, в Таиланд. Гуляла по пляжам и другим терапевтическим местам. Думала, как же хорошо быть одинокой, когда никто не предаст. Потом наконец-то отдых закончился, она заехала домой за одеждой. Она видела, как обдаст его холодом, как он поймет и ощутит ужас утраты. Заходит в дом, а навстречу какая-то белобрысая дрянь в трико. Вульгарная глаза водянистые, губы средней полноты, рост 173, вес не меньше 60, на плече тату с паучком, страшная безвкусица. Других деталей не заметила, вообще не смотрела очень надо. И еще говорит, здрасте, Карлис вышел, скоро будет. Тут как раз подъехал Карлис. Девушки услышали, вышли встретить на крыльцо. Карлис увидел их обеих и не стал останавливаться. Он не был готов сразу так причалить, поехал куда-то вдаль. Иногда с танкером общаться проще, чем с хорошо отдохнувшей женой. Мария не выдержала, прыгнула в свой джип и погналась. Может она хотела кого-нибудь обезглавить или оторвать кому-нибудь его бубенцы, забить насмерть туго скрученной газетой, неизвестно, хотя бы стукнуть в бампер. В сети полно роликов, где злая жена колотит своим драндулетом машину мужа. Сегодня это тренд. Проклятый изменник приехал к любовнице, она выследила, подкралась и ну дал бить. Все мужчины это видели и ужасались. Сегодня каждый знает, если на вас мчится ваша официальная любовь, лучше бежать. Супруги мчались по деревне, пугая дачников, как шумахера Алонса, как Чапай белые. Это была лучшая погоня в истории поселка. Клубы пыли можно было видеть из космоса, если знать, куда смотреть. Ехали они, ехали, потом Карлес неловко как-то свернул и врезался в дуб и замер за рулем подозрительно. Рассерженная жена польско-княжеских кровей быстро стала просто Машей. Она подбежала и взялась его вытаскивать мерзавца и оторвала в спешке дверь машины вместе с петлями. А он такой весь в битых стеклах. Маш, Маша, это коза, она из фирмы по мытью посуды и пола, а я тебя люблю. Хочешь йоркширского терьера? И шубку, согласилась Маша, потому что правда была на ее стороне. Если бы эту историю писал Киплинг, наш Карлес в финале уехал бы в Новую Каледонию и там бы канул, изучая новый галлюциноген на основе жаб. Маша бы погоревала и вышла за полковника. Но поскольку этот рассказ о смешанном русско-латышском браке, дальше все скучно. Они родили пару толстопузых негодяев, Карлес потерял интерес к кулинарии и увлекся плетением корзин. Маша продолжает обижаться, потому что лучшего способа разнообразить жизнь латвийской деревни так никто и не придумал. Слава С. Жираф. Читал Медведь Обыкновенный Все книги в моей озвучке вы можете найти в телеграм-канале Медведь Обыкновенный Аудиокниги Медведь